Давайте проверим звук. Как меня слышно? Поставьте плюсик, если меня слышно хорошо. Спасибо за обратную связь. Всем хорошо слышно, видно, все видно. Благодарю. Всем здравствуйте. Время 10 по Киеву, 11 по Москве. Ждать мы никого не будем. Опоздавшие тихонько зайдут, займут свои места и будут слушать. Мы начинаем. Сегодня вторник. И как всегда по вторникам у нас традиционные первые шаги для новичка. С чего начать? Меня зовут Наталья, как вы уже видели в расписании, сейчас в заставке. Я один из лидеров проекта. А вот историю моего успеха будем слушать в следующий раз. Сегодня конкретно по работе, какие конкретные шаги для новичков делать. Я знаю, что у новичков всегда много вопросов. Это нормально. Мы сами были новичками. Конечно, нам интересно, с чего начать. Поставьте, пожалуйста, плюсики. И сегодня у кого немножко оформить, те бегунки внизу, там внизу у вас, сдвиньте чуть-чуть влево. Или уменьшите звук. Или через наушники. Сильно оформить, но давайте я подальше. Девочки, давайте, как меня слышно? Если хорошо, ставим плюсики. Если плохо, минусики. Какие помехи, что у нас тут? Ну, давайте путем голосования. Большинство хорошо. Отлично. Вот, спасибо. Отлично. Спасибо, Мариша. Ну, видите, большинство плюсики, поэтому я стараюсь микрофон. Вот так меня хорошо. Я как бы издалека уже в микрофон. Хорошо. Друзья мои, кому фонит, времит, значит, регулируйте свои бегунки. Может быть, наушники одевайте. Ну, постарайтесь сделать так, чтобы вам было комфортно в первую очередь. Убавляешь бегунок, и все отлично. Совершенно верно. Правильная вещь. Все, отлично. Отлично. Все, поехали. Итак, первые новички. Счем начать сразу для новичков. Я хочу сказать, что вебинары у нас всегда традиционно идут. Они у нас каждый день, каждую неделю. Более того, 7 раз в неделю, с понедельника и по понедельник включительно. Более того, мы ввели уже новую традицию. У нас теперь по 2 вебинара в день. В некоторых структурах уже даже по 4. У нас добавился вебинар стиль жизни вместе с проектом экспресс-карьера. Поэтому у нас теперь 2 варианта побывать на вебинарах. Один обучающий, один о наших достижениях, какой-то мотивационный. Поэтому всегда есть возможность прибыть на любой вебинар. Либо, в конце концов, послушать его в записи. Для новичков, те, кто не знает, я говорю, что вебинары у нас проходят примерно от часу до 2. Поэтому ориентируйтесь примерно по этому времени. У кого нет возможности слушать онлайн, то есть присутствует прямо сейчас в комнате. Скрип жуткий регулируют сами. У кого нет возможности присутствовать онлайн, тот просит у спонсора записи, просматривает, если ему это необходимо, в записи. Здесь все понятно. У меня традиционный вопрос. На сегодняшнем вебинаре есть ли новички? Если есть, поставьте, пожалуйста, плюсики. Может быть, это ваш первый или второй вебинар вообще. Есть ли новички? Конечно, есть. Ну, конечно. Первые шаги новичка. Кому же еще быть, как не новичкам? Отлично. Благодарю вас, друзья мои, что вы пришли. Сразу новичкам я вот хочу напомнить и объяснить. Я не поставила сегодня эту картинку, но думала, все уже в курсе и знают. Если вы не можете сами, попросите, чтобы вас научил этому спонсор. Вы должны зайти в комнату. Вот видите, вот идут девочки. Да, вот Татьяна Лазарева и в копках фамилия спонсора. Вот так должны заходить и вы. То есть при входе вы указываете свое имя, фамилию, в копках фамилия вашего спонсора. Мы для вас представляемся, мы скрывать нам нечего, но мы должны понимать, кто вы, из чьей структуры, из чьей команды, чтобы мы были друг для друга понятны. Да, договорились? То есть в следующий раз вы так и делаете, можете попробовать сейчас перезайти. Я просто предупреждаю, что на определенных вебинарах модераторы, которые находятся в комнате, они удаляют такие правила, и нам нужно их соблюдать. Правильно? Итак, поехали. Первые шаги. Естественно, традиционный вопрос у новичка, с чего же все-таки начать? Какие делать первые шаги? Я знаю, что у вас будет немножко каша в голове, но мы уже говорили о том, что каша это явление нормальное для новичка. Нужно переспать, как я говорю, с информацией, то есть побыть, повариться в ней. Для кого-то нужно несколько дней, для кого-то неделю, возможно две, кому-то может быть и месяца мало. У каждого свой момент восприятия информации. Кто-то быстрее усваивает, кто-то меньше. У кого-то какая-то сложность. Да что ж такое. Давайте я попробую уменьшить. Так, сейчас фонит, хрипит, скажите мне. Да, такое тоже адаптационный период. Ну что? Ну хорошо, нет? Скажите мне, скажи. Хрипит, фонит, что происходит, девочки? Лучше, нет, нормально, лучше, хорошо, хорошо. Все отлично. Все, все. Ребятушки мои, ну настраивайтесь сами. То есть я все, что могла сделала, у меня все бегунки выстроены, все идет нормально. У большинства в комнате нормально, поэтому пробуйте настраивать у себя вебинарочки. Там звуки регулируйте и так далее. Не будем отвлекаться, время идет. Итак, первые шаги, с чего начинает новичок, да? Ну, надо сказать, что вы пришли в проект экспресс-карьера, вы об этом прекрасно знаете. Раз вы сюда пришли, значит вы пришли сюда зарабатывать, правильно? Я возвращаю эту позицию, которая у меня была изначально, потому что у меня уже отрегулированная комната, я это знаю. Вот, вы пришли сюда зарабатывать, в этот проект, безусловно. Вот, в принципе, наверное, на первом месте стоит все-таки сначала заработок, деньги, да? И где-то может быть либо потом, либо сразу параллельно некая самореализация. Потому что очень, знаете, обидно себя чувствовать, когда ты понимаешь по жизни, что ты человек с руками, с ногами, головой, и далеко не самой глупой головой. А ты не можешь просто заработать денег. У кого-то было такое ощущение, что я умный, образованный, грамотный человек, многое могу, много умею, а заработать не могу. Копейки не получается, нет вот этой возможности вот в реале. Есть такие симптомы у кого-то, есть, правда же? То есть вот она сама реализация, потому что для меня это тоже был такой немножко больной вопрос. Я понимаю, что я, как я говорю, умная, красивая, талантливая, да? А нет вот этого выхлопа, которого удовлетворение, понимать, от того, что я делаю, и обраточки, соответственно, какой материальной, да? Вот этого вот мне очень сильно не хватало, и ты начинал себя кореть, там, рвать на себе волосы. Вот это было очень и очень грустно для меня. Ну почему же наш проект так успешен? Раз мы пришли, мы пришли зарабатывать. Почему он так успешен? А потому что у нас действительно идет цепная реакция, да? Как мы говорим, мы настроены, настроены сами, настроены вас, дорогие новички, и нам долгосрочные отношения, да? Какой наш девиз, вот как мы говорим, идеология про это? Заработал сам, помоги другому, да? Но у нас мы еще говорим, как? Мы говорим, только помогая заработать другому, заработаешь сам. Правильно? Правильно. То есть какая наша позиция? Помощь начинается с себя, начни с себя, передай другому, и тогда ты будешь успешен. Вот наша миссия, только помогая заработать другим, заработаешь сам, да? То есть сначала, да, мы сначала что-то берем у спонсора, то есть мы смотрим, но ты сначала даешь новичкам, даешь новичкам своим, разобрался сам в сути проекта, и приглашаешь, даешь возможность, да? Вы смотрели вот видеоролик Полежаевой, да? Он говорит, это возможность, деньги, это не деньги таковые, это именно возможность. Вот мы даем эту возможность, да? У нас действительно все бесплатно, здесь действительно зарабатывают, а не тратят. Я хочу напомнить, кто не присутствовал, ну, например, на моем вебинаре в понедельник, откуда деньги, и Аня это говорит, и я это буду всегда говорить, что сетевой бизнес, да, в данном случае у нас, я не буду говорить обо всем, это не продажи, это не продажи, это совершенно не продажи, это просто строение системы, да, группы людей, потребителей, вот так это звучит правильно, да? Ну, переходим дальше, какие же наши, вот, какие действия, которые мы делаем? Ну, я думаю, что все, кто пришел на этот вебинар, все уже знают, потому что все читали письма, по которым пригласили, проходили по каким-то ссылкам, сайтам, да, нашим заходили, и вы приняли решение для себя, что да, я хочу попробовать, и вы читали, что у нас есть какие-то, какие-то условия определенные, но условия для чего? Для того, чтобы быть успешным, потому что не выполняя какой-то из условий, то есть уже не будет того результата, к которому вы хотели бы прийти, к которому идет каждый из нас, который пришел сюда, да, вот они три действия, которые необходимо делать, личное потребление, рекрутирование, работа с группой, да, о пирамидах, о сетях мы говорим по понедельникам, и там, ну, мне кажется, все четко рассказано, кто не знает, пожалуйста, дайте, дайте этот самый, возьмите, вернее, у вашего спонсора вебинар той же Натальи Качиной, вот в понедельник там говорится и про пирамиду, и про сеть, вот поэтому успех зависит именно от трех вот этих действий, да, мы все прекрасно знаем, что это, мы не будем останавливаться, но я хочу обратить внимание, что работа у нас командная, командная работа, ну, скажите, вы можете, вот поставьте плюсики, если да, вы можете, каждый из вас, вот новичок, да, старички, не помогайте, новички, скажите, вы можете пригласить, вот так же, как пригласили вас, 10 человек, вы это можете сделать? Если да, поставьте плюсики, 10, не надо 100, я говорю 10, Конечно, можете. Разумеется, вы можете. 10 человек это разве сложно? Нет, это не сложно. Конечно, это не сложно. Естественно, что ваши 10 человек, вы их научите. И они что сделают? Смогут пригласить еще 10 человек, правильно? Вот она наша формула, да, формула роста своего рода, да. Те 10 пригласят, пригласят еще 10. Вот посмотрите, что это такое. Это не что, но как геометрическая прогрессия, кто помнит еще со школы, да. Скажите, это похоже на, действительно, на тот снежный ком, который начинают катать, катать, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Спасибо, Мариш. Вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть начинают накатывать. Помните, как мы снежки, снежную бабу лепили? И потом что? И потом вырастает огромный, огромный ком, который уже потом будет катиться, что по энергии, да. У него будет заложено, что кинетическая энергия, кто помнит это из курса физики, школы, да. Кинетическая энергия, он будет катиться сам. Сначала нужно только запустить, маховить нашего бизнеса, нашего роста. То есть мы это закладываем сами, мы закладываем. А дальше это уже будет идти инерционно, будет определенная степень энергии. И что потом будет происходить? А потом будет происходить следующее. Вот так вот это будет лавина. Лавина просто будет идти вашего бизнеса, потому что вы будете расти уже, скажем так, на автомате. Вы будете расти на автомате, у вас уже наберется потенциал людей, потенциал активных партнеров, потенциал всех ваших наработок. И уже дальше этот процесс не остановить. Сложно, как говорят, сложно. Я очень не люблю слова. Сложно. Это неправильная основа. Служба это ваш стоп-лосс в голове. То есть планка. Нету слова сложно. Но это ваш ограничитель, который вы сами себе ставите. Сами ставите. Никто вам это не ставит. Говорите сложно. Так это и будет. Поэтому вот этот снежный ком, который вы вначале, вам важно запустить его. Сделать этот, слепить этот шарик. Потом больше. Потом покатать его. Катить, катить. И потом эту лавину уже не остановить. Вы будете расти уже инерционно. У вас будет все больше и больше людей. Все больше и больше доходов. Естественно, что будут соблюдаться условия, что вы тоже, конечно, работаете. Потому что... Нет, можно, конечно, и на пассиве, но мы сейчас не будем об этом говорить. Мы говорим о том, что вы пришли сюда работать. Правда же? Все пришли сюда работать. Правда же? Не просто отсидеться. Я думаю, что если вам интересно просто отсидеться, ну, скорее всего, вы бы не пришли на этот вебинар. Я думаю, что все пришли работать. Ведь вы же искали и работу, и возможность зарабатывать. Правда же? Я думаю, что может человек жить без работы. Почему? Потому что это сама реализация. Человек должен себя воплощать в чем-то. Так ведь? Так. Ну, идем дальше. Вот я вам покажу, да, какой у нас есть два варианта работы. Вот какой вариант работы будете выбирать вы. Мы об этом будем говорить немножечко позже, да. Вот у нас есть такой вариант безактивационного заказа и с активационным. Я сейчас объясню чуть дальше, почему, что и как. Мы вернемся к этому слайду. Ну, давайте вспомним, мы с вами находимся в какой компании? В компании Oriflame, да. Мы помним, что компания это очень богатая. У нее очень много денег. Очень много денег. И как мы, может быть, где-то шутим, но в каждой шутке доля шутки, как мы говорим, наша задача с вами заработать вот эту часть этого многого, да. Вот эту часть этого многого. То есть компания, она щедра. И она, знаете, она не жмется. Нет, я тебя не дам. Знаете, как обычно на предприятии, там, директор, да, или кто-то, из серии хотел заплатить тебе премию, а потом зажал, а решил, а потом вообще урезал, наказал тебя штрафом. Да, то есть такого абсурда здесь нету. Компания вот настолько, почему, вот как мне очень нравится это выражение, которое действительно меня покорило. Вот как сказали, шведы, они наивные, но честные. Вот это действительно так. Вот действительно так. И я просто уже сколько времени наблюдаю за работой компании, да, за начислениями, как это все происходит, как все это и ведется. То есть я, конечно, преклоняюсь перед ними, снимаю шляпу. Вот действительно по труду и награда. Вот не будет у нас здесь халявы, ни у кого не получится здесь халявить. Работать, да, нужно, но работа ваша щедро вознаграждается, если вы действительно работаете. Давайте с вами вспомним, если новички еще не знают, тогда они просто слушают, те, кто же был хотя бы на одном вебинаре, откуда деньги, да, или на моем хотя бы вебинаре. Давайте с вами вспомним, куда же мы с вами идем здесь, в компании, да, какая наша цель. Вспоминаем, куда, к какому уровню мы идем. К уровню золотого директора, все верно? Минимум золотого директора. Это наш минимум такой, самая нижняя планочка наша будет, да? А почему, кто помнит, мы идем к этому уровню? А потому что это наша буферная подушка, помните? Помните, мы говорили с вами, потому что вот на этом уровне у вас уже есть стабильность, и вы дальше сами можете решать, продолжать вам дальше расти, потому что расти, как вы видите, по лестнице успеха Арифлейм есть куда, хотите, растите, нет? Ну, как мы говорим, выходите на Арифлеймовскую пенсию, получайте свою пенсию. Вам нравится вот такой уровень дохода? Вот такой уровень дохода золотого директора. Да, 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 совершенно верно, а пассивный доход, вот именно к этому мы идем. То не значит такой пассивный доход, объясняю на пальцах. Это когда ты уже что-то сделал, а потом ты получаешь проценты, да? Вот, к примеру, вложил деньги в банк, да, это вот тоже пассивный доход, считается. Или сдал квартиру в аренду, это тоже пассивный, правильно? То есть ты однажды произвел какое-то действие, и потом ты получаешь проценты, как в том анекдоте, да? Вот на те проценты и живу, вот так. Вам нравится такой доход? Конечно, нравится. Не сравнить с нашей, с вашей, да, или там у кого родители, с пенсией нынешней, которая у них есть. Мы не говорим про какие-то там депутатские пенсии. Обычный среднестатистический человек, правильно? Конечно, это как раз и есть конкретные действия для новичков, потому что если вы не будете знать, куда вы идете, вы никуда не придете, вы будете как лодочка в круговороте вертиться на одном месте, или как стрелка компаса, у которой размагнитилось все, и вас просто, ну, вас просто выкинет из проекта, вас просто закрутит водоворот, вы ничего не поймете, потом плюнет на все это, скажите, фигня ваш проект, фигня ваши спикеры, фигня ваш организатор, у вас ничего не работает. Они работают только по одному, потому что вы не слушаете то, что вам говорят, потому что каждый спикер, любой, который на этих вебинарах, он пытается донести вам смысл и суть проекта. Так вот, если у вас нету цели, вы никуда не придете. А цель должна всегда быть. Поначалу, какая? Выберите ту, которая вам удобна, но цель должна быть, вы должны понимать, куда вы идете. Если вы на работу, обычную работу, в реале приходите только ради того, чтобы получать зарплату, извините, это не цель, это не цель, это утопия, у вас ничего не выйдет, вы никогда не будете успешны, вы никогда не будете счастливы. Получать зарплату, вот обычная работа, это не цель. У нас здесь даже сейчас есть цель. И скажите, что, вот мы вам и сказали, что золотой директор, да, я отвлеклась немножко, кто помнит, кто знает, кто уже читал, старички не подсказывают, кто читал план успеха, Арифлейн, да, я хотя бы пытался изучить. Золотой директор, сколько это веточек, давайте вспомним. Сколько это веточек на 22%? Три, кто больше? Две, три, три, две, две, три, две, три, пять. Считать, ну отлично, ну отлично. Ну будем считать, да? Ладно. Хорошо. Так вот золотой директор, вот наш золотой директор. Что такое золотой директор? Вот вы золотой директор, вот ваш спонсор, да, видите, свой курсорчик я вожу, вот он вы, он вас привез. Вот веточка, которая нам помог, вот, допустим, у нас слева мы взяли, вот вторая веточка справа, которую строите вы. Вот они две веточки на 22%, вы, кто золотой директор, с доходом, который вы уже видели выше, да? Вот оно, что такое золотой директор. Это две веточки по 22, совершенно верно. Давайте немножечко дальше отойдем, чтобы у вас в голове разложилось, что такое, вот он, вот вы золотой директор, вот я показала. Только единственное, что нужно помнить, я всегда говорю, здесь на картинке показана линейная схема, то есть веточка вот она ровненькая, да, она никуда не ветвится. У нас такого не может быть априори, потому что каждый человечек, каждый начинает строить свою веточку. Она все время будет ветвиться и пуститься, то есть она все время будет, вот второй человечек под вами, у него будет 10, у третьего будет 20 людей, у каждого из его новичков еще будут люди, понятно, да? То есть линейная никогда это не будет. Вот, пожалуйста, и вот две веточки, вот он, вы золотой директор. Вот сюда к этой цели мы идем, средним ежемесячным или годовым доходом, ежемесячный 2000 долларов, годовой 24, да, разделите 24 на 12 месяцев в году, вот оно, ваш ежемесячный доход. Вот вы получаете в месяц столько денег на вашей работе или по вашим пособиям, или пенсии, посчитайте по вашему курсу вашей страны, да, 2000 долларов. Плюс не забываем, что нет, конечно, я уверена, что вы не получаете, потому что, ну, я прекрасно ориентируюсь не только по родной стране, но и по другим странам, как бы уровень дохода. Нет, и не будете получать это, я говорю, очень даже с полным основанием. Чтобы вы не путались, что такое старший золотой директор? Это ваши три веточки. Это мы говорим, что до этого это у нас, мы идем до золотого директора на ваш пассивный доход, да. Вот они три веточки. Хотите идти туда, пожалуйста, идите. Какой уровень зарплаты будет? Ну, вы посмотрите по нашему, по нашей карте выплат, да, вознаграждение за эти уровни. Вот ваши три веточки, вы старший золотой директор, веточки на 22, правильно, правильно. Это маленький ликбез, чтобы вы просто не путались, я специально это сделал. Четыре веточки, вы на сапфире, вот там сапфир, вот ваш сапфир, вот ваши четыре веточки. Еще раз повторяю, что веточки не линейны, как показано здесь на рисунке, они все время обетвятся и кустятся, да. Вот, и вот шесть веточек, к примеру, бриллиантовый директор. Вот еще в недавнем прошлом наша Анна Черна, организатор проекта, вот она была бриллиантовым директором. Оберните внимание, что здесь сколько? Шесть веточек на 22, да, средний ежемесячный или годовой доход, да, средний доход, ну, почти 6 тысяч долларов, средний ежемесячный и годовой почти 68 тысяч долларов, да, здорово. Вы хотите так, хотите, но будете ли вы жить дальше, давайте мы пока будем ориентироваться на золотую, на вашу буферную подушку, чтобы вы знали, что вы можете спокойно жить, безбедно жить, а дальше вы будете решать сами, да, что и как вам делать. Итак, мы поняли, что мы строим веточки, правильно? Вы где-то уже читали, вот, наверное, в школе новичка об этом. Мы строим веточки, у нас, скажем так, немножко особая структура построения. То есть мы не строим людей под себя, мы не подписываем, а вот, допустим, вот вы, да, мы не строим вот так вокруг вас ромашку. Одну веточку вам помогает строить спонсор, да, помогает строить спонсор, он подписывает все новых и новых новичков под вас, да, и помогает работать вам с командой. Поначалу он сам помогает вам работать с командой, но вы, как активный, как человек, который пришли сюда работать, Вы активно включаетесь в работу и начинаете тоже помогать работать со спонсорской веточкой и строить рядом параллельно вашу веточку. Правильно? Правильно. Вот они, две ваших веточки. Почему так быстро рост? Потому что вам и спонсор помогает, и вы уже набираетесь опыта, и все это идет в процессе вместе, параллельно. Вот таким образом мы строим структуру. Здесь понятно, что для начала мы просто строим две веточки. Новички, понятно? Мы дойдем сколько веточки человек, потому что здесь может быть и 30 человек, а может быть 300 человек. Но, я же вам помню, я вам показывала снежный ком, 10 человек. Вы можете пригласить? Можете. А научить 10, чтобы они еще 10? Вы не один. Вспомните, мы работаем командой, вот почему мы так быстро растем. Это важно. Здесь понятно, мы строим, вот новички изначально строят две веточки. Вот сейчас наверняка уже под каждым из вас, новички, есть уже какой-то партнер, которого подъел под вас спонсор. Это уже ваша веточка. Это уже ваша веточка идет. И пока вы в процессе обучения, вникайте, разбирайтесь и начинайте активно тоже работать с вашей спонсорской веточкой. Спонсорская веточка, это не значит, что вы бросили ее на спонсор. Не переживайте, спонсор с вами или без вас, он свой бизнес построит. Но вы пришли строить сюда свой бизнес, вы пришли сюда зарабатывать свои деньги. Правильно? Я напоминаю, что халявы в компании нет, и все это очень четко учитывается. Вот такая наглядная картинка, может быть, вам вот так будет удобно, да? Ну и показала, в принципе, то же самое, тех же две веточки, да? Вот ваш спонсор, вот вы, и вот одну веточку строите вы, одну строит спонсор. Вот такое зеркальное отражение. То есть, думаю, тут понятно, как бы вопросов не возникает. Что важно, да? Что важно? Обратите внимание на этот момент, что мы веточку по странам, когда мы дойдем до регистрации, то есть, ему свое время, не переживайте, и все идет постепенно. Ветку по странам мы не крутим, да? То есть, в одну ветку, обратите внимание, услышьте, пожалуйста, нельзя регистрировать разные страны. Нельзя. То есть, если, к примеру, вы из Украины, и вы открыли украинскую веточку, и вы открыли, к примеру, украинскую веточку, то в украинскую веточку вам нельзя уже регистрировать человека из России, из Казахстана, из Беларуси. В украинскую веточку только Украину мы регистрируем. Откройте российскую, значит, туда только россиян. И так по каждой стране. У кого российская, значит, туда россиян, на российском сайте Арифлейм. У кого Украина, значит, туда украинца, на украинском сайте Арифлейм. Казахстан, Казахстан, Белоруссия, Белоруссия, Молдова, Молдова. Понятно, да? То есть ветку по сторонам не крутим. Иначе потом будет очень сложно, во-первых, к системе будет сложно отследить это все. Потому что потом может прерваться веточка, и вы потом будете плакать, рыдать, бежать к спонсору. И к этому смотреть можно свою структуру в вашем кабинете. И вы будете бежать к своему спонсору и кричать, ай-ай-ай, у меня оторвалась веточка. Потому что кто-то терминируется, кого-то система удалит по причине неактивности и произойдет обрыв. Ветка будет просто болтаться, она будет ничья. А вам потом будет сложно ее найти. Поэтому обращаем внимание на этот важный момент. Крым это Россия по Арифлейму. Крым мы регистрируем на сайте России. Там есть уже определенная графа, на сайте Украины его уже нет. Международному спонсору чуть позже скажем, если у кого-то есть эти вопросы. Я обязательно буду отвечать на все ваши вопросы, потому что я понимаю, что много. Что делать, если спонсора нет или он не работает? То есть спонсор зарегистрировал вас, возможно, это какой-то новичок, да, и он убежал. Убежал, у вас нет, и он вам или не строит веточку, или не работает. Ну, решил не работать. Ну, каждый ворен делает то, что считает нужным. Хочет давить диван и клопок, пусть давит. Это его вопросы. Ну, и это грубо, но бывает просто у людей какие-то ситуации. Да, ну, всякое бывает в жизни. Что делать, если спонсора нет? Во-первых, не паниковать. Не паниковать. Спокойно. Вы обращайтесь, во-первых, к вашему вышестоящему спонсору. Вы должны его знать. Как правило, обычно если вам присылают письмо, какое-то знакомство, да, мы к этому тоже подойдем, и вы будете делать то же самое. Поэтому запоминайте, пожалуйста, все, что я вам рассказываю, потом еще раз пересмотрите вебинар. Вы обращайтесь к вашему вышестоящему. У вас контакты, как правило, обычно в письме должны быть. Вы не один. Всегда помните, что вы не один, и вы в команде. Это очень важно. Потому что если вы один, все считайте, что вот все с ножей ручки. Вы всегда в команде. Вот, второе, если вам сложно как-то разобраться, понять, вы звоните вот по этим номерам телефона, да, телефоны горячих линий вашей страны в данном случае, и говорите девушке там на том конце провода, подскажите мне, кто мой директор. Девушка, ваш директор даст вам контакты этого человека. Вот, и вы сможете узнать, кто ваш директор, и уже через директора найти, где вы там вдруг что-то там потерялись. Ну, как правило, у нас, слава богу, маленький процент потеряшек, обычно теряются те, кто не усердил информацию вовремя. Если сидел пять месяцев, потом решил, что вдруг надо поработать. Поэтому обычно такое происходит нечасто, но имейте в виду. Далее, я вернусь к тому слайду. Так вот, если спонсора нет, и он, как мы говорим, не строит вам веточку, я вам повторю еще раз, это ваш бизнес, поэтому вы берете мастерок и кирпичи в свои руки, и начинаете строить сами. Потому что если вы будете надеяться на то, что вам кто-то сделает, вам кто-то построит, кто-то выстроит, это абсурд, нельзя надеяться. Спонсор тоже человек, у него могут быть разные обстоятельства, разные вопросы, разные дела в жизни. В конце концов, он может заболеть, да, может уехать в другую страну, все может произойти, что-то в жизни у него изменится. Так что из-за кого-то у вас будет зависеть ваша жизнь, ваша финансовая составляющая? Нет, конечно, это абсурд. Но неужели ваш бизнес будет зависеть из-за каких-то непонятных обстоятельств, которые совершенно, они косвенно влияют на вас, но никак не напрямую. То есть вы берете дело, бразды в свои руки, начинаете самостоятельно работать и строить свои веточки. Здесь понятно, правда же? Всем понятно пока? Ничего сложного нету еще? Ну, я думаю, ничего сложного-то и не будет. Ребят, новички, понятно всем? Понятно, спасибо, спасибо за обратную связь. Далее. Мы помним, что вот, помните, я показывала наши веточки, вот они, две ваших веточки, видите, вот они две, пошли вправо и влево. Вот то, что я говорила, никогда не будет линейно, помните, не будет одной вот прямо желтой, синий, зеленый, голубой, не будет вот такой прямой, всегда будет ветвиться, пуститься и вот так, вот так будет разрастаться ваша структура. То есть вы привели 10 человек, эти 10 человек, еще по 10, те еще по 10, то есть вот такой принцип здесь получается, принцип вот этого снежного кома, да, всегда получается вот такой. То есть мы же почему говорим сетевой, да, сеть, сетевой, мы создаем сеть, структуру потребителей, правильно? Так вот, мы помним, что мы уже видели на вебинарах, Вы слышали от спикеров других, от меня тоже, что одна выращенная ветка дает пассивный доход от 500 долларов. Это действительно истинная правда, вот как раз к этому варианту мы и идем. И поэтому ваш рост зависит только от вас, хотите вы получать эти деньги и зарабатывать или нет. То есть здесь не нужно смотреть на того, кто ниже, на того, кто выше. Вы сам себе хозяин. Помочь, да, спонсоры вышестоящие всегда помогут. Но чтобы делать так, чтобы ваш бизнес зависел от кого-то, это абсурд, согласитесь. Итак, действия новичка после регистрации. Здесь есть новички, которые, наверное, это уже видели, да, у себя, уже прошли какой-то такой путь определенный. Эта комната в данном случае на 500 человек, насколько я помню. Вот, новички, давайте слушаем меня, да, сейчас. То есть какие ваши действия были? Потому что все те же самые вещи, которые я говорю сейчас, то, что мы сейчас с вами проходим, будет повторять, вы будете объяснять и вашему новичку. И они будут повторять все то же самое. У нас нет ничего сложного. Мы все время повторяем действия друг друга. Вот самый какой-то основной принцип действия друг друга. То есть проверить, все ли получили ваши номера, да, номера Арифлейм в компании. Все получили. И пароль для обхода на сайт. Вы можете войти в свой, в ваш кабинет. Вы проверяли, все у вас получилось. Если у вас не получилось, значит, вам нужно обратиться от того, кто вас зарегистрировал, с кем у вас была связь. И выяснить этот вопрос, где мой номер, как найти и так далее. Здесь все получилось. Хорошо, молодцы. Вы потом будете это объяснять вашим новичкам, но все чуть позже, да, пока еще спонсоры работают с ними. Дальше активировать кабинет, письмо от компании, которая приходит на почту. Все это сделали. Кто не вошел, ну давайте к спонсору для начала, по какой причине вы не смогли войти, что там случилось у вас. Все реактивировали письмо от компании. Вот такое письмо. Но у Рипли Арифлейм, да, на Москву или Киев, да, по стране в зависимости. Было такое письмо, вы зашли в это письмо, нажали в обходящее, да. Обращаю ваше внимание, что вот такие письма от компании, даже от экспресс-карьеры, ну, к сожалению, часто, ну, не к сожалению, но бывает, они попадают в спам. Я обращаю ваше внимание, новички, всегда проверяйте папку спам. Если вы видите письмо от компании, от проекта, поставьте галочку и нажмите вверху не спам, чтобы письма вам входили в обходящее. Так иногда нужно делать, но папку спам... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Это чисто вебные сбои, но бывает такое. Бывает. Сейчас у меня презентация перегрузилась, потому что стоит на нуле. Вам видно презентацию, друзья мои? Выбрасывает, ну потому что комната всех решила выбросить. Техника, ну ничего страшного. Бывает такое, нужно это понимать. Все, продолжаем дальше. Все, продолжаем дальше. То есть, так, это понятно, 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 понятно. Ага, здесь понятно. На активации кабинета мы остановились, то есть все уже посмотрели, да, и активировали свой кабинет на сайте Oriflame, да, то есть письма у всех приходили, да, было вот такое. Вы получили вот такое письмо, там был ваш номер, пароль, вот, и вы прошли по ссылочке и активировали, да, все хорошо. Слышно меня, правда? Слышно, все. Все, я вещаю дальше, у нас время идет, давайте не будем задерживаться. То есть, все это получилось. Далее, проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на информационно обучающую рассылку из школы новичка. То есть, это, возможно, обучающий сайт вашего лидера или директора, да, вот, ну, кто в какой структуре относится, Акана Черна. То есть, ну, я думаю, что если вы пришли на вебинар, то вы получаете, что там опять выкидывает. Нет, нормально все, нормально. Вот, я думаю, что раз вы пришли на вебинар, значит, вы получаете какую-то информационную рассылку, вам приходит расписание вебинаров, да? Ага. Все, все, не отвлекаемся, едем дальше. Пока никого не выбросило, работаем дальше. Все, в почтовом ящике вам нужно тоже найти письма рассылки, вот первое письмо рассылки. И таким же образом, как я показывала, помните, активационное письмо, возможно, это будет от системы рассылки, это будет смарт-респондер или еще какая-то, какая у вашего лидера рассылка. Таким же точно образом открыть письмо, пройти по ссылке, активировать, и вуаля, вы получаете вашу рассылку. Здесь, я думаю, все понятно, никаких вопросов у вас не было. Мы говорим о первых шагах новичка. Посещение вебинаров, это, ну, как, я не могу, конечно, наставить, говорить, что это обязательно, но я говорю, что это очень настоятельно рекомендовано. Давайте будем так, потому что, если вы не будете ходить на вебинары, вы будете вне поля информации, вы будете не владеть информацией, а у нас работа информационная, и нам нужно эту информацию знать, понимать и применять, да? Расписание приходит вам каждое воскресенье на почту, как правило, да, если вы подписаны на информационную рассылку, плюс дополнительное оповещение от лидеров, где-то идет у вас в чатах, в группах, в скайпе, да, то есть вы должны быть на связи со своим спонсором. Что вам необходимо сделать дальше? Вам нужно получить рабочий инструмент ваш, да, собственный сайт для работы, мы еще называем его реферальная ссылка. Новички, вы уже слышали, что есть такой сайт, да, у нас есть наш фирменный сайт проекта, с которым это ваш рабочий инструмент. Вот его вам нужно получить в пользование, да, и об этом вы дальше будете рассказывать вашим же новичкам, да. Молодцы, те, кто получил, большие умницы, молодцы, вот сразу видно, люди хотят работать. Что такое, молодцы, друзья мои, молодцы. Те, кто не получил еще сайта, как его получить, я рассказываю. У нас есть наш фирменный сайт нашего проекта. Для чего вам нужен этот сайт? Этот сайт у вас будет, он же будет служить вашей реферальной ссылкой. Вспомните, вам когда спонсор прислал письмо, там была бы какая-то ссылка, да, по которой вы прошлись и где-то зарегистрировались. Было такое? Было, да? И вот вы куда-то там вбили свои данные и зарегистрировались. Вот примерно такой же вариант будет и у вас. То есть вам не нужно будет требовать какие-то данные. У вас будет оформленный сайт, красиво, конкретно к нашему проекту, да. Вам не нужно требовать от новичка данные, паспорта, там, садиться ему на голову, он все равно их никто не даст, потому что все люди боятся. Вот, это естественная реакция человека. Поэтому для того, чтобы вам было комфортно, удобно и просто работать, есть уже профессиональный сайт, которым уже ничего вам не нужно делать. Единственное, возможно, вы там заполните страницу ваших контактов, ну, чтобы это было как-то, ну, человек понимал, к кому он обращается. Что вам нужно сделать для того, чтобы получить сайт? Сайт вам нужно получить, потому что это основной рабочий инструмент. Это было раньше, сейчас у нас есть все фирменное. Вот, вам нужно сделать что? Правильно, активационный заказ. Вот таким образом и получить сайт. Вы, как я говорю, покупка мило, мило может изменить жизнь. Что сразу у вас получается? Когда вы делаете активационный заказ? Во-первых, вы получаете, вы с полным основанием, обращаетесь к своему спонсору, говорить, я сделал активационный заказ, проверяй мою оплату и дай мне, пожалуйста, мой сайт для работы. Ваш спонсор вам это выдает. Далее, ваш спонсор вас подключает, заказ делайте на свой выбор, какой вы хотите, мы сейчас к этому тоже подойдем. Во-вторых, вы получаете доступ в наши закрытые группы, вы получаете доступ в наши, ну, скажем так, закрытые вебинары, да. То есть, вы уже начинаете полноценно, и мы знаем, ваш спонсор знает, что вы уже точно с нами в команде, и уже не будет такого, что вы через два месяца терминируетесь, вернее, через 60 дней, да, потому что вы не сделали активационного заказа, а спонсор с вами работал, уделял вам время, уделял вам внимание, да, то есть работал с вами, а вы просто терминируетесь. Тогда вам не нужен будет ни сайт, никакие закрытые группы, ничего, в этом уже не будет никакого толка. Поэтому купите себе время, купите себе возможность, купите себе мыло, и за это мыло приобретите массу полезных, нужных инструментов. Главное, важный инструмент, вот, начните с получения сайта, да, здесь все понятно, то есть активационный заказ, обращайте к спонсору и требуйте от него получить свой сайт в работе, он же реферальная ссылка. Здесь все понятно, правда же? Понятно. Момент, я знаю, что новичков такой, бывает какой-то камень преткновения, что ли, вот про заказ там чего-то говорят, каким может быть ваш заказ, я не знаю, что купить, я не знаю, а какой заказ? Ну, как я говорю, знаете, давайте идем в ванную комнату и смотрим, что у вас там в ванной комнате, что у вас там в ванной комнате, у вас там заканчивается мыло, заканчивается шампунь, у вас старая зубная щетка, у вас заканчивается зубная паста, если не сейчас, она закончится там через 2 недели или неделю, Вот идете в вашу ванную комнату и смотрите, что у вас заканчивается. Что заканчиваете, то и покупаете. Вас никто не заставляет покупать себе какую-то безумную парфюмерию, какую-то косметику безумную, тем более, если там кто-то не красится, да, это как бы, ну, не нужно. Я понимаю, что если чек не красится, ему это не нужно, безусловно. Но средства по уходу, по личной вегиене нужны всем всегда и постоянно. Вот такой я примерно сделала вариант заказа вашего на 20 бонус-баллов, как я говорю, да, я объясню, между прочим, почему я поставила на 20 бонус-баллов. Вы можете себе взять гель, шампунь, барзам. Я не стала ставить умышленно ценные валюты, там, рубли, гривны и так далее, для того, чтобы это вы же сами будете ориентироваться по вашей стороне, потому что курсы сейчас меняются, все это для разных стран, поэтому я просто поставила вот такой заказ на 20 бонус-баллов. У меня получилось 21. Вот такое то, что нужно всегда. Мыло нужно, нужно, смыливается, смыливается, паста заканчивается, заканчивается, шампунь, гель, все это заканчивается, все это, как мы говорим, в хозяйстве нужно, постоянно и всегда, да, все. Есть такой вариант. Почему я говорю на 20 бонус-баллов, почему так? Помните, я показывала 10 человек, 10 человек, 10 человек, да, группа набирается, и не вы пригласили этих 100 человек, нет. Как быстро вы растете, да, вот так быстро вы растете. Вот, пожалуйста, ваш первый каталог, да, сделали по группе, друзья мои, по группе 20 бонус-баллов, 60, 100, 180, я почему так? Для удобства визуального, да, посмотреть, как же лучше делать заказ и как быстро мы можем расти. Тут вы будете решать сами, как вам расти, быстрее, медленнее. Вот здесь тоже показано, заказ на 20 бонус-баллов, да, вот они 20 бонус-баллов, и вот так вы растете, выходите на ваши заветные доходы, вот посмотрите. Вот так вы будете расти. Я вот показываю вот такую картинку, да, у нас есть такая картинка нашего проекта. Доходы и премии, которые выплачивает компания, наверное, уже многие из вас видели, но тем не менее, я все равно еще раз покажу, что вот она ваша лестничка, вот она, 3,6, 9 уровней. Вот это уровни ваши, но это уровень роста вашей группы. Вот вы пригласили тех 10 человек, те 10 человек, еще 10 человек, и каждый, каждый делает покупки, каждый работает, да, и вот так вы растете, 3,6, 9, 12, вот он ваш заветный уже уровень, менеджер 12, 15, 18, вот ваши доходы уже на этих уровнях, которые вы, в принципе, можете получать уже. Вот в чем вопрос. То есть рост очень быстро у нас, я просто знаю, о чем я говорю, потому что у меня самой есть этот опыт, я выросла очень быстро, и продолжаю в таком же темпе расти, просто у меня несколько веток, я строю себе и своему мужу, и своим детям, поэтому у меня специфика построения своя. Поэтому здесь, я думаю, вам понятно, здесь не нужно останавливаться долго. На какой бы момент я хотела обратить ваше внимание. Когда вы сделали вот эти первые шаги, активировали, получили ваш номер и пароль, когда вы уже сделали активационный заказ, да, вам нужно подготовить к работе ваши инструменты. Какими инструментами вы будете работать и что подготовить? Нет, премия выплачивается по достижениям, по закрытию вами звания какого-то определенного. Это премия. Это премия. Зарплату вы получаете, как вы уже слышали и знаете, ваши доходы, да, компания называет вознаграждение за проделанную информационную работу. Вы получаете каждые 3 недели, вы получаете вашу зарплату. То есть каталог 21 день длится, и вот каждые 3 недели начисляется на ваш расчетный счет заработная оплата, да, вознаграждение за вами проделанную работу, за что? За созданный товарооборот компании. Компания платит не за регистрации голые, за мертвые души компания не платит. Компания платит за зарегистрированных людей, которые стали уже рекрутами, то есть сделали заказы свои, то есть те, которые покупают. То есть вы, как организатор товарооборота, получаете свое вознаграждение от компании. Понятно, правда же? Понятно. Все приходят покупать и строят, приглашают других делать то же самое. Вот и все. И строят свой бизнес. Итак, когда вы сделали вот эти первые и первые самые шаги, активировали, получили номер, пароль, вошли, попробовали, посмотрели, все красивенько. Почему я говорю активировать кабинет? Потому что если вы не активируете кабинет, тогда ваш спонсор не сможет под вас заводить людей, он не сможет помогать и строить вам веточку. Это очень важно. Услышьте меня, вы услышите, новички дорогие, потом вы будете говорить об этом вашим новичкам. Это важный момент, поэтому обращайте на это внимание. Далее. Такими инструментами мы работаем, вы работаете, что вам нужно подготовить? Я бы рекомендовала сделать, не спешите, всему свое время, я не буду там останавливаться сильно. И есть моменты, которые рассказываю я, есть, которые будут давать вам ваш спонсор. Рабочие странички, да. Для начала можно, как я говорю, осваивать одноклассники ВКонтакте. Ну я почему беру одноклассники, потому что я сама работаю на одноклассниках, да. Я сама работаю на одноклассниках, поэтому я просто взяла такие всем известные соцсети, и мы бежим дальше. Подготовить, то есть создать эти рабочие страницы, мы сейчас там к ним подойдем. Подготовьте реферальную ссылку, да, она же ваш сайт. Ну я, как я сказала, мне нужно будет заполнить контакты и проверить работу ссылки. Со спонсором погоняйте вашу ссылку или каким-то вашим партнером, чтобы проверить, как работает, как приходят данные, как что, как все. Подготовить блок-прокладку, это будет в инструкции сказано. В инструкции там все ваш спонсор напишет, да. Это ничего сложного нет, у вас есть конкретный спонсор, у вас есть конкретная инструкция. Дальше, подготовить сообщения и письма, то есть вот эти, как мы их называем, бизнес-предложения, которые вы будете отсылать вашим кандидатам, да, то есть те, кто, возможно, будет регистрироваться. Во-первых, обратите внимание, вспомните, как пригласили вас, как вы сюда пришли, особенно те, кого пригласили. Никто сам пришел, потому что у нас есть такая категория людей, новичков, лидеров уже, которые пришли конкретно сами. Сами, да, вот я, например, из такого кластера, я бы не никто не звал, я пришла сама. Более того, я скажу, что до проекта я не была ни в одной соцсети, я понятия не имела, я слышала, но не имела понятия ни про одноклассники, ни про контакт. Вот, это уже я сделала здесь все в проекте. Итак, то есть подготовить шаблоны, вспомните, посмотрите, какие вам прислал спонсор шаблоны, сразу себе в копилочку положите, сделайте папочку, да, какие будут шаблоны. Далее, в школе новичка, у вашего, у вашего лидера, да, потому что, ну, как правило, у всех лидеров вас все равно по ссылке вас отправляют на обучение, да, по школе новичка, у вас есть вебинары, наверное, ваших личных каких-то лидеров персональных, есть эта школа новичка и есть готовые шаблоны. Возьмите шаблоны, вот, возьмите несколько писем, сначала там первичных сообщений, каких писем вы будете отсылать, во-первых, сначала изучите, да, вот, дальше возьмите эти шаблоны. Я говорю, минимум 10, берите больше, у нас это все есть, берите, мы не жадные, но чтобы у вас всегда был вариант выбора в разных ситуациях, потому что я всегда быстро говорю, потому что я быстро думаю, соответственно, я быстро работаю, соответственно, я быстро расту. Вот, я же говорю, спикеры разные, ведущие разные, кто-то говорит медленнее, кто-то говорит быстрее, потому что, ну, у каждого свой характер, темперамент, это естественно. Кому-то нравится один спикер, кому-то другой спикер, на вкус и цвет, как говорят, товарища нет, помните? Вот, поэтому мы ведем разные спикеры, разные вебинары. Я работаю быстро и говорю быстро, мне так нравится, но иногда я люблю посидеть и посмотреть на луну и спокойно подумать. Вот, поэтому я же говорю, у каждого разный уровень восприятия информации, поток информации, это нормально, не нужно, вы потом просмотрите это в записи, остановите еще и так далее. Далее, не отвлекаемся. Итак, то есть возьмете разные варианты писем, да, рассмотрим, почему нужны разные, потому что, почему нужны разные, потому что у вас письма, они рано или поздно, скорее всего, рано, они будут у вас спамиться. Что значит спамиться? Вы будете повторять все время одно и то же письмо, неважно, через почтовый ящик или через Одноклассники, или через ВКонтакте, или через другую тут сеть, там будет одно и то же написано, да, один и тот же текстовочка. И рано или поздно вас роботы заспамят, это естественно, плюс еще добавится ваша ссылка. Поэтому всегда робот это быстро отслеживает, ну, очень быстро, я просто уже по опыту тоже знаю, поэтому вы делаете разные варианты сообщений. Вот, я же сказала, что это можно взять у спонсора, да, вот, но это еще не окончательно. Я вот все-таки очень рекомендую не работать голыми шаблонами, я очень рекомендую. То есть, поначалу, да, потому что у вас нет еще как бы навыков, вы не набили руку, конечно, возьмите, вот, видите, я пример показала, вот, работа не выходя из дома, там, да, ну, масса таких примеров. Я не буду по всем им бежать, вы посмотрите, все это в школе новичка, у ваших лидеров, они вам дадут все эти шаблоны. Вот, ну, не работайте голыми. Поначалу, как я говорю, это прокатит, но только поначалу. Понимаете, в этих сообщениях нет вашей души, нет вашей энергетики, они дальше не пойдут. Вот, и вы будете вестить и рыдать, и ковырять в ухе, и говорить, что ж такое, что ж случилось, потому что это не вами созданное, не вами. Вложите душу, поработайте. Если вы просто будете брать на халяву, помните, я вначале говорила, дай, а потом получи, возьми, да, так вот, дайте сначала свое туда, дайте сначала, вложите душу в ваши сообщения, и тогда вам будет возвраточка в виде ваших регистраций, вот это важно. Вот, поэтому я очень рекомендую настоятельно, поначалу, да, можно, потом, пожалуйста, делайте свои шаблоны, вы потом свои шаблоны будете уже и вашим новичкам передавать. Это все-таки наработка, потому что вот эти шаблоны тоже кто-то нарабатывал, вкладывал свою сюда душу, правильно? Но вы же тоже пришли, вы же творческий человек, как и все мы здесь, потому что здесь творчество открывается неимоверно просто. Поэтому вот такая рекомендация, где мы рекрутируем, мы рекрутируем везде, где есть люди, одноклассники, все социальные сети, да, контакт, фейсбук, мой мир, кругу друзей, инстаграм, мой круг, мир, тесен, фото, страна, твиттер, доски, объявления, блоги, форумы, общения, и еще можно КамАЗу перечислить всего, но я сегодня не останавливаюсь на конкретных, почему? Потому что у нас есть определенные вебинары, проходят каждую неделю, в четверг у нас всегда есть онлайн рекрутирование, а тогда я на какой-то конкретной тематике, спикер будет рассказывать, где работает он, да, на какой соцсети будут рассказывать какие-то нюансы и фишки. Поэтому, как бы, вам, в принципе, такое задание маленькое, пока я все тут вам щебечу, да, как бы, вот, вы там разбираетесь, вы попробуйте все-таки попробовать начать сориентироваться, где вы хотите работать, где вам лучше работать, в какой соцсети. Далее, поскольку я пример привожу на одноклассниках, ну, в принципе, там можно и контакту применить, да, но поскольку я больше на одноклассниках это позиционируюсь, определитесь, как я говорю, в какой соцсети вы начнете работать, да, ну, определитесь, попробуйте. Я обвещаю через призму одноклассников, но я думаю, принцип везде понятен. Поэтому, что я рекомендую, как мы начинаем, создайте, пожалуйста, минимум 4 рабочих страницы, да, и еще, и вот это такой минимум, ну, это такой очень минимум, и создайте страницу для коллег и работы с группой. Эта страница однозначно должна быть закрыта, всегда. Как закрыть страницу? Либо оплатить через телефон, и вам там 20 оков, куда у нас случая про одноклассники говорю, и у вас там 20 оков счета спишется, это сколько в гривнах, это 12 гривен, по-моему, да, ну, в общем, грубо там, до доллара у вас спишется, либо вам нужно заполнить в одноклассниках полностью ваш профиль, там, где учился, где женился, где родился, вот, и тогда у вас, как бы, бонусом от одноклассников будет этот самый бонус в виде 20 оков, и вы им можете закрыть вашу страницу, здесь все понятно, да. Работать вы можете в любой соцсети, но страница для коллег в соцсети одноклассники, вот, Ярика, я сейчас объясню, у вас, ну, как бы, я говорю, должна быть, вот, должна у вас быть, потому что мы очень тесно общаемся через одноклассники, да, у нас много там информативного, очень много интересного, мы работаем, еще раз повторяю, информационно, и кто владеет информацией, чем больше вы знаете, чем больше вы понимаете, тем лучше для вас, понимаете, поэтому я рекомендую, потому что у нас плотное общение, вы можете работать в Инстаграме, там, в Одноклассниках, в ВКонтакте, любой другой, но создайте хотя бы одну страницу для коллег, да, вот это я очень буду, ну, как бы, настойчиво лично в своей группе, я это рекомендую, очень рекомендую. Зачем закрывать страницу? Страницу для коллег мы закрываем для того, чтобы, ну, у нас открыты только рабочие страницы, там, где мы работаем, то есть мы рекрутируем, приглашаем людей, да, приглашаем на что? На повторение наших действий. Как пригласили вас, точно так же приглашаете и вы, да, вот. А страница для коллег это закрыто, потому что у нас ведется работа с коллегами, и нам не нужны, потому что есть чужеродные, есть отвлекающие тематики, есть какие-то лазурчики-шпионы, зачем они нам нужны? Ну, подумайте, вот вы работаете, вот я, да, Наташа, вот я работала там год, да, мне есть свои наработки, и я буду вот так говорить, на эти вам выкладываю на весь интернет. Вот вы тоже подумайте, ваши спонсоры нарабатывали информацию, ваши спонсоры старались, чтобы вам было проще и легче, а вы берете все это, выкладываете, на эти все, пользуйтесь, конкуренты, неконкуренты, кто угодно, там, да, баньте мою страничку, зачем это делать? Потом вы так начнете работать. Вам приятно будет на всеобщее обозрение выдавать информацию? Нет, конечно, вы будете ее беречь для своей группы, для своей структуры, для ваших веток и так далее. То есть это нужно понимать, есть какая-то, ну, правила работы определенные, да, вот как нельзя куда-то, в какие-то определенные заведения ходить без пропуска. Вот у нас тоже закрытая страничка, да, это нормально. Рекрутировать, это значит приглашать людей, рекрутировать, это приглашать людей, в данном случае мы приглашаем людей на вот эти возможности, да, вот покупать и зарабатывать, вот и все, все очень просто. Далее, что касается по страничкам, в одноклассниках, я говорю, оформить и заполнить рабочие странички, то есть там, ну, я не буду уже зацикливаться долго, потому что будет отдельная тема, я сказала, что будет вебинар в четверг по рекрутированию, можете посмотреть еще записи, оформить странички, то есть поставить фото, подписать страничку, имя, фамилия, город, можно там разный указывать, я говорю о рабочих страничках, да, в частности, вам так будет просто, почему разный город, я слышала, кто-то из новичков писал, о, это обман, это обман, глупости, это не обман, это в голове у вас обман, а не надо, как бы, на других пить, у самого не в порядке, потому что, когда у вас разный город, вам просто, во-первых, будет удобно работать, удобно работать по рекрутированию, вам так проще, вы не запутаетесь в ваших страничках, потому что новички часто и густо, почему-то они даже родные странички могут путать, поэтому не надо этого путать, просто поставьте какие-то города, ну, может, там живет ваши родственники, вот, примерно по ним и поставьте, вам так будет просто удобно, загрузите интересные картинки на тему природы, погоды, моду, кино, живопись, культура, швейное дело, хубер, чего хотите загружать, ну, такое, прилично, естественно, ну, как бы, все только в рамках приличия, добавьтесь в игры, да, чтобы у вас была какая-то масса, чтобы одноклассники смотрят, работаем мы, допустим, есть у нас игры или нет, потому что, ага, что мы там делаем, начинают нас пристально разглядывать, ну, не играйте в игры, просто добавьтесь, добавьте продававших, да, как бы, группы, добавьте, там, о малышах, о школе, девушке, там, женщина, о беременности, в общем, там, добавляйте, там, где больше людей, группы, они открытые, как правило, и где вам более комфортно, ну, если вам неприятно общаться, там, ну, с мамами молодыми, ну, по какой-то причине вы не в том возрасте, да, значит, не общайтесь, вот, статусы о работе на страничках в любом, в принципе, ну, я бы говорила сейчас, одноклассники контакт не ставить, однозначно, статусы на новые странички не ставить, вот так вы сделали странички без никаких статусов, ни о работе, ни о чем, вот, и вот так вы оставляете странички на несколько дней, потому что их будут проверять модераторы сайтов, и так и на других соцсетях, поэтому будьте, как бы, внимательны. Какой важный момент, который бы я хотела акцентировать? Слова, которые должны отсутствовать в названиях ваших страничек, в любом, в любой соцсети не имеет значения, ну, я, к примеру, взяла, да, это вот так выглядели, Наталья, работа на дому, Наталья, работа в интернет, Светлана, работа в одноклассниках, работа в Арифлейм, консультант Арифлейм, Арифлейм без продаж, предлагаю косметику, Ирина, консультант, работа для мамочек, работа в соцсети, заработок в интернете, вот, потом обижаются, ой, ко мне никто не идет, да вы уже напугали человека, не нужно это делать, не нужно, я сейчас скажу, ну, не просто напугали человека, там есть еще одна очень важная причина, по которой вам не дадут работать, вот, поэтому вот эти вот вещи не нужно ставить, поставьте свое, там, Наталья Петрова, там, да, или, там, Ирина Васильевна, к примеру, ну, как-то так, там, Мариночка, там, еще как-то поставьте, ну, красиво, чтобы дало приятно, деликатно, очень, очень так, аккуратно должно быть все, понимаете, деликатно, красиво, тонко, вот, почему эти подобные слова и словосочетания запрещены? Ну, во-первых, сразу говорю, на примере и Одноклассников, и Контакта, и другие соцсети тоже самое, кстати, если вы ставите вот такое подобное название, которое я выше назвала, да, вот, описала, вы моментально, сходу нарушаете регламент сайта, в регламенте это четко, черно, по-белому написано, продвижение рекламы, работы, там, сразу, а вы берете сразу раз в страничку и влепили это название, зачем, зачем, вот, поэтому вы нарушили уже эти условия, поэтому нельзя этого делать, все, здесь понятно, да, просто вы нарушили уже условия у сайта, и вас сразу на вас пристальное внимание, и вас будут блочить, естественно, не ставите статус, потому что модератор будет проверять, а вы пишете о работе, нет, дайте спокойно страничке отвисеться, отсидеться, вам есть чем заняться в это время, будете в это время делать свою регистрационную ссылку, делать свои шаблоны, подготавливать к работе, вам есть чем заняться, вот, обязательно, я очень настоятельно рекомендую, для нашей работы должны быть исключены темы религии и политики, это табу, ребят, табу, потому что это даже прописано на самом сайте Арифлейм, в его регламенте по общению через интернет, вот, религия, политика, это просто табу, забудьте, я сразу говорю, что Арифлейм, наш проект, в принципе, как и сама компания Арифлейм, и наш проект Экспресс-карьера, он вне политики, абсолютно, мы работаем с разными странами, с разными городами, люди имеют право иметь разное мировоззрение, политическое какое-то восприятие и так далее, мы эту тему убрали, забыли на веки вечные, мы одна компания, мы одна группа, у нас люди в группе из разных стран, из разных городов, разных социальных статусов, нельзя никого оскорблять, все должны быть предельно тактичны друг с другом, а лучше все через любовь пропускать, я думаю, что таким опонятно, никто не будет делать таких ошибок, ну, и не рекомендую я тему воспитания детей, потому что, как я убедилась, знаю, она не сильно, как бы, приветствуется, потому что очень много там раз придут, потому что каждый считает, что своего ребенка нужно воспитывать так, а никак не иначе, то есть там тоже будут такие диспуты сильные, поэтому смотрите сами, это уже ваше право. Картинка того, обращаю ваше внимание, те, кто работает, к примеру, в одноклассниках, такие же я видела и в ВКонтакте, внимание, работа в одноклассниках, ребят, ну, сразу скажу, не занимайтесь ерундой, да, вот эта картинка работа в одноклассниках, это, понимаете, сразу, вот если я была бы хозяином одноклассников, да, я бы сказала, ты что, товарищ, обалдел, что ли, я бы просто моментально блоканула, то есть кто-то пытается на моем ресурсе, да, продвигать какой-то свой бизнес, я бы просто блоканула, вот честно говорю, поэтому естественно, что вот такие картинки блокчат вас, поэтому не подвергайте лишний раз вашей страничке вот такой вот атаке, их заблокируют моментально, забудьте работа в одноклассниках, работа в соцсети, работа в ВКонтакте, забудьте об этом, ну, включайте фантазию, есть же другие варианты, тем более масса шаблонов, и вот этот вариант тоже, кстати, вот там что-то там про дизайн, видите, вот я просто отсюда это взяла, то есть вот это не надо ставить, то есть мы эту тему закрыли, и я думаю, что вы не будете повторять этих ошибок, не надо этого делать, вы сами себе просто сделайте, окажите медвежью услугу, и вам заблокируют странички, и вы будете плакать. Ну вот тема, о которой я уже говорила, страничка для коллег, соцсети, одноклассники, ну, для своей группы я как бы, ну, обязую делать, потому что я веду со своими ребятами, коллегами связь через одноклассники изначально, потом уже я распределяю, где мы будем общаться, ну, и в одноклассниках я постоянно, регулярно общаюсь, поэтому я очень рекомендую оформить страничку для коллег, сделать ее как положено, закрыть ее, естественно, и присоединиться в информационные группы вашего директора, потому что ваши директора, лидеры, они все есть здесь в одноклассниках, как правило, они есть и в контакте, безусловно, но вот можно и контакты одноклассники все-таки-то иметь всегда под рукой, это очень удобно, и всегда быстрая связь, и оперативная помощь, и работа с вашими командами, вот, поэтому здесь понятно, да, я, ну, просто рекомендую вам, а вы смотрите сами, возможно, у вас просто, ваша структура работает как-то несколько иначе, там, через какую-то другую, собственно, это уже решайте сами. Кто-то спрашивает, где возьмут столько страниц, я знаю, часто вопрос новичков, вот, я вам сразу сказала, да, что вот если мы берем вариант одноклассников, там, я говорю, вот, сделайте 4 страницы для начала, вот, ну, каждый кому удобно, мне меньше удобно в скайпе, мы чуть по-другому общаемся, поэтому я же говорю, здесь к вашим лидерам, как у вас, как вы уже, какие у вас традиции в вашей команде, вот так и общайтесь, вы будете потом в своей команде, будете делать что-то свое, вот, я вам сказала, что для одноклассников я, к примеру, рекомендую, минимально сделать 4 страницы, вообще, я рекомендую делать сразу штук 10, кто-то скажет, что, ого, 10 штук, а зачем, а где я это возьму, все, вот такой сразу вопрос. Друзья мои, ну, вы пришли работать сюда, правильно? Правильно. Вот, страницы, это наш, как бы, если вы работаете, решили работать в соцсети, в данном случае, контакты, одноклассники, это наш рабочий инструмент, вот, поэтому, естественно, он нужен, вам через него работать придется. Не будет перенасыщения в одноклассниках, если вы не будете, вот, делать вот те неправильные вещи, о которых я сказала вещи, выше, перенасыщение в одноклассниках, друзья мои, это, ну, извините, я не хочу никого обидеть, но это, как бы, у вас в голове перенасыщение, вы просто видите друг друга, коллег, а то, что там еще миллионы человек висят, вы этого не видите, вы до них даже не доходите. Мне очень понравилось, как работала одна девочка в моей структуре, мне очень понравилось. Вот, знаете, человек взял методично, методично, он работает на одноклассниках, и она взяла методично, и как начала шуровать один и тот же город, вот, просто, реги, с одного и того же, там у меня даже ветка получилась такая, с одного и того же города, ну, там, по конкретной стране, вот, понимаете, вот, уважаю. Вот, она не стала распыляться, она все, я вот взяла один город, и пока не пролопачу, сколько ее там раз пошлют нафиг, сколько там ей сделать других предложений, сколько раз ее заблочат или зарегистрируют, она не взяла на это, она просто делала, и все. Вот здесь, вот, метода, понимаете, это своя метода работы. Поэтому, нет, нас не будет много, потому что, если вы будете шлаить одинаковые сообщения, и даже одинаковую звездочку экспресс-карьеры смотреть, то вас заблочат. Ну, заблочат вас, не обижайтесь. Наши брендовые звездочки, они для вас каких-то там торжественных случаев, но если вы работаете вот так вот, да, потому что примелькаются и звездочки, и тексты, все это примелькается, и будут блочить, ну, поймите правильно, вот, нужно быть, как бы, многовариантным всегда, всегда многовариантным. Поэтому, где я возьму столько страниц? Для начала, пожалуйста, ваш, вы, ваши близкие родственники, я рекомендую, допустим, вот у меня личные страницы, они на каких-то моих личных телефонах, да, у меня несколько номеров телефонов, разные, там, у меня и украинские, и российские номера, то есть, и аппаратов у меня несколько, но у меня еще от предыдущей работы поставалось, там целый аппаратный завод у меня поставался, ну, неважно. Ну, я рекомендую, вот, личные какие-то для коллег, к примеру, для коллег как минимум одну, однозначно на свой номер телефона. Потом взять там у мамы, у папы, у бабушки, у мужа, у брата, у свата, у Кома, взять другие номера телефонов, зафиксировать, запишите, какой страницы, какой номер вы привязали. Я лично, у меня есть папка, я веду учет, там, одноклассники, мои страницы, имя там написано, какая ссылка на мою страницу, у меня скрин в моей странице, какие-то там данные записаны, какой номер телефона, какой почтовый ящик, то есть, я это все прописываю. Вот, поэтому, это что касается первичной, да, где взять страницы, это первое. А второе, вам нужно просто обратиться к вашим спонсорам. Я знаю, что у Анны Черна в структуре, у многих других лидеров, у нее есть акции по активации страничек, у нее есть такие акции, поэтому обращайтесь к вашим спонсорам, а как мне активировать страницу? Ну, опять-таки, не надо сразу заниматься халявой. Для начала сделайте сами, активируйте хотя бы несколько своих страниц сами, а потом уже обращайтесь к вашим спонсорам, как бы, за бесплатным получением, потому что, ну, бесплатно, как бы, я понимаю, ну, вы же понимаете, что кто-то за это платит. Я понимаю, ну, для этого же нужно работать. Знаете, обидно, когда ты дал человеку страницы, смотришь, а он терминировался, а он не работает, да, он там дурака на страницах валяет, да? Согласны? Согласны. Ну, поэтому очень, ну, как бы, тоже подходите к этому ответственно, я так считаю. Вот, если у вас, как бы, спонсор не выдает, обратитесь опять-таки к спонсору, к вашему, и он вам скажет, где и как приобрести страницы. Виртуальные номера для страниц, чтобы активировать. Это делается несложно, в варианте масса, то есть можно купить через любые виртуальные серверы и так далее. Почему там кто-то говорит, а, страница заблочилась. Ребят, у меня, знаете, сколько страниц заблочилось? Что делать, если заблокируют? Ну, во-первых, попытаться разблокировать, да, страницу. Либо создать новую. Вот я вот специально поставила такой смайд, я его сделала. Понимаете, странички – это расходный материал, как пища бумага или карандаш или ручка. Но у вас, если у вас там испортилась бумага, сломалась ручка, потерялась, что вы сделали? Вы взяли новую страницу, правильно, ручку или бумагу новую. Это расходный материал. Если у вас закончилась краска в принтере, что вы же не рвете там волосы на себе, вы просто пополняете этот картридж опять краской. Правильно, это расходники, расходники. Страницы такие же расходники, они стоят копейки. Копейки. Правильно, Галина. Меня заблокировали одну, я сделала пять. Меня заблокировали пять, я сделала десять. Совершенно верно. Вот и все. И не нужно тут ничего пугаться и бояться. Далее. Определитесь, с какой возрастной категорией вы будете работать, потому что очень много людей как бы немножко чуть-чуть теряются, да. Вот. Вот определитесь, с кем вам проще, какого вы возраста, с кем вам проще общаться, да. Я думаю, что может быть не нужно на этой теме сильно акцентировать, но сказать я должна была, потому что иногда бывает такое, что человеку там, ну, к примеру, там, я не знаю, 20 лет, а она пошла там 60, да, а у них нестыковочка идет, как бы. Ну, опять-таки, ну, есть и такие люди, которые там в 20-25 лет прекрасно умеют общаться с теми, кому 60, и это нормально. То есть почувствуйте, где это ваше, да, потому что вот так вот на вебинаре, я вам не скажу, вам все равно нужно будет почувствовать, просто почувствовать это. Я точно так же искала свой контингент, да. Обязательно выйти на связь со спонсорами, познакомиться со всеми максимально вышестоящими спонсорами. Вообще теребите ваших спонсоров, да. Присоединитесь к нашим группам в Одноклассниках, наша группа ВКонтакте тоже есть группа. В Одноклассниках наша команда, я настоятельно рекомендую, вы присоединяйтесь и ваших новичков потом присоединяйтесь туда, где всегда вам подскажут, помогут, там всегда есть лидеры, там есть опытные. И группа «Наши достижения», да, вот, это группа открытая, мы всегда даем возможность воспользоваться этими группами. Вот, пожалуйста, я сейчас, кто еще не знает, вот наши достижения, группа «Достижения», да, присоединяйтесь и присоединяйтесь ваших новичков, это открытая группа, вот группа наша команда, то есть присоединяйтесь сами, присоединяйте ваших новичков. Страничкам ведите учет, но подробнее будет конкретно на вебинарах о том, одноклассники или на контакте, и девочки рассказывают, там они ведут учет или нет, да. То есть присоединяйтесь в наши группы, вот, и самое главное, не бойтесь задавать вопросы, вот не бойтесь. Самый глупый вопрос, это не заданный вопрос, спонсоры любят, когда их достают и любят активных новичков, да. Поэтому вот с чего начинаем, так вот быстренько, мы подтверждаем информационную рассылку на почтовом ящике, изучаем школу новичка постепенно, не все сразу, нельзя всю информацию освоить за раз. Там бы все, как зарегистрировать новичка, там есть прекрасные видеоролики, как открыть международку, как зарегистрировать первого, как зарегистрировать второго, да, так правильно строить, все это в школе есть. Активируем свой номер в компании, делаем заказ на любую сумму, получаем свой сайт, реферальную ссылку, делаем минимум 4 страницы, если вы решили работать в соцсети, да, вот, как, как, что со страничкой делать, я сказала, получаем дальнейшие инструкции по работе, посещаем вебинары, учимся рекрутировать, регистрировать новичков, делаем покупки в интернете, да, здесь все просто. То есть всего 3 действия для работы. Скажите, вы можете из этих 3 действия пригласить друзья, вы умеете, вы можете нажать кнопку, вот, добавить друзья человека, все это могут сделать. Все могут добавить, все могут. Написать сообщение, текст какой-то вы все можете? Все могут написать, правда? И дать ссылку на сайт. Могут? Ну, плюс, возможно, 2-3 дожималки. Дожималка это текст, который, если человек не сразу отреагировал, то его можно еще дописать какой-то, еще раз дать какое-то сообщение ему, да. У нас есть эти дожималки в школе новичков для ваших, у ваших лидеров. То есть все это реальное, вполне подсильно, подсильно сделать. И вот таким образом всего 3 действия. У вас появляется кто, у вас появляется новичок. Люди заинтересовались, да, вот что дальше. Мы работаем, приглашаем их, да. Я сказала, какие первые инструменты вам нужно взять, что сделать, как это, организовать в начале свой рабочий процесс, да. Выставить человеку письмо, когда у вас есть готовый шаблон, когда у вас есть своя, как я говорила, реферальная ссылка, да. Вот, списаться человеком, где-то переправить его на сайт, вот, дожать его, если это нужно, конечно. Вот, пожалуйста, человек отдожали, он с нами, и мы рады его приветствовать, и наверняка это будущий наш лидер, вот. И при получении данных на регистрацию, если это ваш первый новичок, вы, если боитесь сами, вы пишете спонсору, да, и вы регистрируете вместе. Если не боитесь, и вы смелый зайчишка, тогда делайте регистрацию сами. Но внимательно, внимательно, однозначно обращаю ваше внимание, чтобы внимательно вы это делали. Потому что у меня к вам большая просьба, дорогие друзья, новички, старички в том числе. Сейчас иногда охраняют наши сайты, там проблемы с сервером вы слышали. Поэтому, как только вы зарегистрировали вашего человечечка, там, куда вам нужно, да, вы обязательно заходите к себе в отчеты рекруток, где вы там регистрируете, и проверяете, есть ли этот человек у вас в отчетах рекруток. И только после этого начинаете уже высылать ему все остальное, о чем я сейчас скажу, да. То есть все простые действия, правила, помните, правила мы говорили, кто не знает, повторю, 10, 500, 100, 500. Все мы знаем, что наш рост и доход, да, результат в первую очередь, зависит от количества приглашенных людей. Чем больше, тем лучше. У нас вообще бизнес с больших чисел, больших цифр. Чем больше людей, тем больше денег, тем больше активных партнеров, да. Поэтому мы как бы из опыта нашего, из опыта наших коллег вывели формулу, формулу роста. Вот эту 100, 10, 500, 100, 500. О чем она? 10 рабочих страниц. То, о чем я говорила, 500 приглашений в друзья в день, 100 новичков в одной ветке, 500 партнеров в группе на 22. Вот такое среднее. Это может быть по-другому, абсолютно по-другому. Но примерно вот такая формула. У меня она выглядит по-другому. Вот как только вы реализуете вот эту вот несложную статистику, ваш доход составит 500 долларов пота со стремительной перспективой роста. То есть здесь сложного нет. Золотое правило вас, как новичка, начинающего, если вы на вебинаре, значит вы хотите понять, разобраться и работать. Вот золотое правило вас, как начинающего партнера нашего, да, ваших спонсоров. Если вы не можете сами организовать команду, станьте активным участником команды своего лидера или спонсора. Если там совсем так получилось, по какой-то причине нету спонсора, лидера, ну, так бывает крайне редко, становитесь сами спонсором, лидером для своей команды. Понятно, да? Становитесь активным участником. В любом случае занимайте активную позицию. Если вы хотите зарабатывать, хотите работать, занимать активную, вообще жизненную позицию. Как регистрировать новичков? Вы помните, что вот у вас есть кабинет. В данном случае это кабинет украинский, да, сайт Украины. Раньше был российский такой кабинет, сейчас он изменился. Но в России там, вы помните, заходите в кабинет, есть вот эта строка, вот такая длинная строка статуса, да, и над ней есть мой бизнес. И вот в моем бизнесе вторая строчка будет рекрутирование. Вот, ну, я примерно на пальцах, но я думаю, что вы поймете, да. Вот, ну, есть видео, есть видео для нового сайта уже, как рекрутировать, как регистрировать, я думаю, вы посмотрите через паузу, все поймете. Вот, далее, то есть вы заходите в кабинет свой, и первого своего новичка, самого первого, вы регистрируете через свой кабинет под себя. Вот здесь, в разделе сервисов, в России это мой бизнес, находите онлайн-регистрация, вот она, видите, я показываю, онлайн-регистрация. У вас в России будет точно так же. И там зарегистрировать консультанта, и здесь будут зарегистрировать онлайн-регистрация. И проводите свою первую регистрацию, можете вместе с спонсором. И вот этот ваш новичок, ваш новичок, у вас будет первый новичок, и он будет, скорее всего, из вашей же страны. Не берите сразу международку, делайте свою страну для начала. Вот, если вы уверены, что можете сразу международку, да, пожалуйста. И вы что делаете? Регистрируйте под себя, то есть первую линию. Второго вашего новичка вы уже будете заводить под вашего первого новичка. Третьего вашего новичка из той же страны вы будете заводить под вашего второго. Четвертого под вашего третьего из той же страны. И так друг за другом цепочкой, сосиской, сарделькой вниз друг за другом. Тем самым вы строите ветку себе, и тем самым вы строите уже спонсорскую ветку. Вы как спонсор строите ветку вашим новичкам, вы уже им помогаете. Вот сразу моментально симбиоз, да, вы делаете сразу два дела одновременно. А в это время и спонсор вам тоже помогает. Не помогает, значит, строите две веточки и ведете, а не разменивайтесь. Сразу две веточки, ориентируемся, что мы строим две веточки. Помогает спонсор, хорошо, не помогает, с ним работаем сами. это только наш бизнес, не чей больше. Правильно? Правильно. Вот. Первый новичок у вас появился, что делать, да? Мы зарегистрировали уже первого вашего новичка. Видео есть. Если у кого-то совсем сложно, я, конечно, поищу и найду, но это и есть в школе новичка. Как зарегистрировать первого, как зарегистрировать второго, как открыть международку. Я не буду останавливаться сильно, потому что это проще один раз посмотреть по видео, чем рассказывать на пальцах, на картинках. Правда же? Вот. Только что рассказала про номера телефона. Так. Что делать? Новичку то, что я вам рассказывала вначале, что сделали вы, да? То же самое вы должны дать вашему новичку. Что делать? Номер и пароль ему дать, подписать на школу новичка, на рассылку информационную, присоединить группы, наша команда, заявка на успех, ну, группы ваших лидеров, да? У вас есть наверняка эти группы. И, конечно, обязательно дать контакты верхних, вышестоящих, активных спонсоров, директоров менеджеров, да? Как бы то же самое, что сделали и вы, когда вы пришли и активировались. Обязательно отправить письмо знакомства. Что вы пишете в первом письме? Вы пишете, приветствую, здравствуйте, я Наталья, я буду вам помогать по всем вопросам. Да, условно. Вспомните, наверняка вам спонсор присылал это письмо. Найдите его у себя на почте. Такое письмо знакомства. Самое первое от вашего спонсора. Там где номер и пароль, скорее всего, он вам высылал. Вот оно есть. Дальше вы пишете там, сообщаете ему номер и пароль его. Даете ссылку на его сайт его страны. Обязательно очень рекомендую давать ссылку на сайт его страны, чтобы он сразу мог зайти. Просьба активировать учетную запись, активировать подписку, да? Информацию. Можете дать информацию о текущих акциях именно в этом письме. Вы можете, в принципе, вторым письмом отправить, что вы можете там по России в течение 72 часов пройти вот вот такую-то программу, да? Сказать новичку, где СПО в городе есть у него, подсказать. Вы можете выставить ссылочку такую. Если вы не знаете, на сайте Рефлэн там российском, там, к сожалению, сбой идут по, скажите мне, по СПО. Поэтому я рекомендую вам закачать. Там нету сейчас Excel-ной формы. Я рекомендую вам себе закачать, если хотите. Вот я вам могу, можете с моей ссылочки взять эту форму. Вот. И вы возьмете СПО по России. Вы всегда будете знать, где ваше СПО. И можете помочь новичку сориентироваться, где его. А для Украины, девочки, извините, что я другие страны не обозначаю, потому что у меня основные вот эти две направления. Направление Украина смотрит вот здесь свои СПО. Прямо на сайте. Там все нормально показывают. Здесь все понятно, да? Испарился спонсор? Благодарите. Скажи, какой я счастливый человек, что тот, кто мне нужен, испарился, а я, как богиня, буду сама строить. Вот. То есть, то есть, вот такие вот мы делаем письмо. Примерно вот такое. Посмотрите на то письмо, которое вам прислал ваш спонсор, да? То есть, информация о вышестоящих обязательно. Конечно, ссылку, вашу ссылку на вас в соцсети обязательно, чтобы у вас была всегда обратная связь. Всегда давайте обратную связь. Никогда не ставьте точку жирную в конце. Всегда давайте троеточие обязательно. Обязательно. Естественно, кто не знает, дорогие новички, я вам скажу, что у нас проходит постоянно, регулярно набор в гур. Что такое гур? Что за зверь такой, с чем его идет? О, это очень замечательная фишка. Она классная. Видите, какое строгое лицо Анны. Вот. Она строго смотрит, потому что только Анна делает отбор, естественно, через ваших вышестоящих лидеров. Гур – это такая группа. Что такое гур, и для чего он нам нужен? Это группа ускоренного роста, для наших уже активных партнеров, тех, кто включился активно в процесс, в работу. Он уже знает азы школы новичка, он не задает вопросов, как рекрутировать, как регистрировать и все остальное. То есть, это азы он уже прошел. Это для тех, кто включился активно в работу, кто делает личные заказы, кто активно рекрутирует, имеет своих новичков, активно работает со своей группой, а также постоянно находится в информационном поле, как с самого проекта, так и со своими вышестоящими лидерами своей команды. Всегда в группе будут, вы будете в курсе последней информации, новых фишек, новых каких-то там нюансиков, постоянное общение с лидерами всего проекта и поддержка информации по всем вопросам 24 часа в сутки. То есть, это информационная группа для активных и целеустремленных и очень такая весомая, действенная. Поэтому старички, спонсоры, всегда не забывайте, что нужно приглашать ваших активных, растущих новичков в эту группу, да, а новички, знаете, что у нас есть такая группа, но отбор строгий и делает его лично Анна Черна. Вот, какие условия для того, чтобы попасть у нас до набора, есть у нас всегда, он постоянный. Что нужно? Минимум 5 личных новичков, не пустышек, не пустышек, то есть, это не просто пустые регистрации, это новички, которые включились в работу, у них есть активационный заказ и они начали работать, не пустышки. Вот, личное потребление, естественно, минимум, как мы говорим, 6-10 рабочих страниц, да, с друзьями уже, то есть, полностью. Изучить школу новичка и просмотреть, то есть, знать все азы, просмотреть 3-5 вебинаров на разные темы. Качественная работа должна у вас быть уже с новичками, команда работа, командная работа с новичками и со спонсорской ветки у вас должно быть, и, конечно, личное рекрутирование. Вот такой, вот такое вот у нас условие, вот такие, но эта группа тому стоит, потому что из этой группы выходят только директора, минимум директора. Какие привилегии? Это отдельное обучение через рассылку, отдельные вебинары, отдельные записи, это определенные фишки, которые у нас там есть, у нас там есть программы роботы для социальных сетей, вот, то есть, человек получает это все безвозмездно, естественно, понятно, но для этого нужно выполнить условия, те, которые я писала выше. Это отдельная страница для коллег и чат, это обмен опытом с успешными лидерами. И, как я вот и говорю, оттуда выходят только директора. Цель, минимум, я считаю, старший менеджер, это на весну 2015-го, то есть, это быстро. Я только что рассказывала, что такое огур, меня не услышали. Едем дальше. Вот, как бы, вот так оно все и происходит, поэтому нужно понимать, почему новички не всегда реагируют быстро, потому что, вот я только что рассказывала, да, вот, ну, как бы понятно, в школе тоже, да, 30 человек сидит в классе, кто-то 2 поняла, 10 нет, 15 еще непонятно, где были. Ну, в общем, как бы, понятная история о старых мерах. И у нас есть плагин, то есть, программы роботы, которые помогают вам работать, приглашать друзья, писать сообщения, то есть, дается он только участникам этой группы, да, на условиях, каких я вам сказала, что он делает, он ходит в гости, ставит оценки, добавляет друзья, пишет сообщения. То есть, вот это все в этой группе, поэтому принимайте решения, выполняйте условия и добро пожаловать, пишите лидерам, хочу слово, хочу в ГУР. И лидер подтверждает и дает добро или нет, и Анна Черна потом все это проверяет. Вот почему, еще один из вариантов, почему ваша страничка должна быть закрытой, почему страничка должна быть в одноклассниках. Я очень рекомендую. Поэтому ваши первые шаги, то, что мы сказали ранее, обучаться, посещать вебинары, выполнять задания, связь со спонсорами, не стесняться спрашивать и просить о помощи в настройке работы и активационный заказ со всеми вытекающими, то, что я сказала раньше. И мои маленькие советы. Ведите учет личных регистраций по веточке. Вот это, друзья мои, вот это, я специально поставила такую картинку, это не учет. Это, это просто, это просто ерунда. Вот, не надо так вести, вы же взрослые люди, вы пришли работать и строить бизнес. Ну, я просто, мне сложно представить бухгалтера даже, не знаю, даже как бы какие-то времена до компьютера, но и были какие-то амбарные книги. Ну, это совсем даже не амбарная книга. Книга учета всегда была, да. Вот и вы видите свой учет. Вот так вести не надо. Кто это, что это, да, совсем непонятно. Поэтому учет, я просто покажу в двух словах, у меня есть там отдельный вебинар, который я вела для своей группы. Вот, я примерно покажу, а вы делайте как вам удобно, потому что это мой вариант работы. Как сделаете вы, я, ну, смотрите сами, возьмете за, как бы, за пример. Хорошо. То есть, у меня вот есть, вот на компьютере, да, вот такие вот папочки, вот видите, разные, за разными, там и работа с группой, то и то, и все. Вот у меня есть такая папочка регистрации, рекрут-отчет, это уже когда я работаю с отчетами, захожу с регистрацией. В этой папочке регистрации у меня есть, вот, вот справа я показываю ветка Украина, Россия. Видите, я специально удалила все фамилии там лишние, чтобы никого не компрометировать, как бы, конфиденциальность данных, да, скажем так. И вот у меня ветка России 1, фамилия, имя лидера, там, дата, начало ветки, когда у меня началась, там, ветка, к примеру, ветка России 2, да, и так далее, и так далее. Что непонятно показывают? Я показываю, как бы, две разных картинки. Вот в папке регистрация, вот есть папка регистрации, вот есть папка регистрации. В этой папке у меня есть вот такие папки, вот, видите, ветка Россия, ветка Украина. Ну, мне кажется, понятно все. Вот в этой папке, в этих папках у меня мои веточки, да, какие, и внутри вот этих папок, ветка вот Украина, Россия и так далее, здесь я пишу, чья это ветка, то есть фамилию лидера, вот у меня там появился, обозначился какой-то лидер, да, я пишу, чья это ветка, вот у меня там работающая там Иванова Маша есть, которая активная, вот здесь я пишу, что ветка Иванова Маша, мне понятно, главное, что я понимаю, вот, и внутри вот этой папочки, к примеру, ветка Россия, да, вот там ветка Россия 1, Иванова Маша, Внутри папочки вот такой у меня учет, и здесь номер по порядку, вот видите, ну здесь я уже это старый вариант, я предложила вам по порядку 08, 01, 02, 03, 04 и так далее, там до бесконечности у меня идет, ну смотря сколько я регистрирую ветку, да, и вот здесь у меня идет фамилия человека, дата регистрации, видите, сразу, и вот имя отчества, вернее фамилия имя обязательно кто там, Челябинская область, Кировоградская, Екатеринбург, и вот там внутри в этой папке у меня лежит, данные на этого человека, то есть я там все фиксирую, номер пароль, там дата регистрации, я вообще все через скрины делаю, это все у меня находится на компьютере, разумеется, то есть не надо ввести вот эту тетрадочку, как я показала, Леша, Маша, Саша, ничего не понятно, что там такое находится, вот здесь мне по папкам все понятно, у меня в этой витке есть вот такая папка вверху, видите, вот терминаторы называется, и вот в этой папке у меня вот терминировались в конце седьмого, я веду учет терминаторов и удаляю, чтобы они у меня не висели, у меня остаются только рабочие варианты, и внизу у меня там еще есть такой вордовский файл, где у меня электронки все, все ветки свои, бы я взяла, скопировала электронки и отправила то, что мне нужно, вот у меня такой учет, хотите берите, хотите нет, но учет вести надо. Еще одна важная информация, на мой взгляд, потому что новички не все знают, может быть не все сильные юзеры, у меня огромная просьба, просто уже такой случай был, всю информацию храните на диске Д или Е, но ни в коем случае на диске С, даже те, то, что у вас находится на рабочем столе, это у вас диск С, то есть основной у вас жесткий диск, на него выносите, храните папки диск Д или диск Е, что у вас там есть, да, я не знаю, в вашей компьютере, сохранили, сделали папку там, а на рабочий стол вынесли только ярлык, правой кнопкой мыши нажали и вынесли только ярлык этой папки, и тогда у вас вся информация будет храниться на тех других дисках, а С, во-первых, не будет захламляться, но если полетит диск Д, С, вы ничего не восстановите, если вы успеете, хорошо, не успеете, это сложно, и стоит восстановление очень и очень дорого, поэтому не захламляйте, там только операционные вещи находятся, для того, чтобы ваш компьютер работал хорошо, не захламляйте его рисунками, картинками и прочее, как бы, видео, не захламляйте, он не для того предназначен, там для работы вашего компьютера и вашей системы, поэтому это важно, потому что уже была такая, пришлось мне потом, мне новичок пишет, и я потом иду в свои, как бы, данные, в свои архивы, чтобы ему помочь восстановить его, понимаете, это занимает и мое время, и его, и самое главное, очень жалко всю проделанную работу, правда же, вот. Ну и такой еще добрый совет, я очень рекомендую, настойчиво прошу, и новичков, прям с самого начала, вот такой у меня совет, прорисуйте вашу структуру, ваши веточки, это не блажь, это не прихоть, это не какой-то там непонятный момент, это именно, ну, я вот так вам показала, да, я вообще рисую, как бы, просто на бумаге, да, вы напишите там, то есть поставить вашего спонсора себя и вот ваши две веточки, к примеру, да, то есть ваши две веточки вы поставите, вот, и у вас будет, как бы, будет понятно, что вы будете просто прорисовкой заниматься, что Ага, начинать отсюда нужно... Так, что я не помню, снабильный, нет? Так, давайте, мы уже закончим, закончим, не надо, вот, хорошо, вот, мы уже заканчиваем, нет, 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 я не выкинулась, я на месте, вот, поэтому прорисуйте ваши веточки, почему? Я объясню вам, почему, потому что тогда вы будете видеть ваших активных партнеров, вы пишете, вот одна веточка, вот вторая, вы видите, вот, вот в этой веточке Маша Иванова ключевая ваш партнер, ниже нее там Аня Петрова ключевой, у Маши Иванова есть там Кристина Семенова ключевой партнер, и вы будете видеть ваши точки активные, понимаете, ваши ветки, и вы будете понимать, куда направить усилия, потому что я всегда говорю, усилия направляйте туда, там, где начинается рост, да, туда направляйте. Вот максимум усилий туда сначала, помогите там вырасти. И тогда у вас будет как бы правильно формироваться ваши веточки и правильно расти. Смотрите, сейчас, наверное, потому что я не та самая, не... Не нужно, а нужно сразу две ветки. У вас есть ветка спонсорская, есть ветка своя. Вот вам уже ваши два ветки. Потому что всегда я вам говорю, что спонсорская ветка это ваша ветка. Не посадьте, не отказывайте. Это глупая, это большая глупость, которую делают новички. Это вам спонсор, да, он помогает. Вы же так быстрее, у него рука набит, он более опытный. Он помогает вам, поймите. Вы пока там начнете, там пока с тем, разберетесь пока с тем, а он вам уже строит. Посмотрите, под вами люди, посмотрите. Вот. Поэтому я очень рекомендую вот прорисовать ваши веточки. Не важно, она сейчас одна, там одна длина, другая. Короче, вот эти ключевые точки, ключевых активных партнеров, да, вот прорисуйте их. Всегда будут у вас перед глазами. Вот приколите на стену, или пусть на столе лежит. Но это очень удобно. До сих пор вот у меня всегда нарисована структура. Я пишу, ага, это моя Юля, она мне, это вето. Я смотрю, сколько у меня вето, где у меня ключевые, куда мне направить усилия. Это очень удобно, девчонки и мальчишки тоже. Это очень удобно, поэтому сделайте, не поленитесь. Ну и завершение, как я говорю, наилучшие результаты у тех, кто погружается в процессы головой. Слайд перевернулся, ну давайте глянем. Девочки, что со слайдом? Перевернулся, нет, у меня переворачивается, как у вас. Перевернулся, мне кажется, да? Вот, так вот наилучший результат у тех, кто погружается в процесс головой. Так вот, погрузитесь в процесс работы с головой, а мозг закипает только поначалу, когда вы только... Ну это естественно, вы на любую новую работу приходите, вы все равно вникаете в какую-то информацию, с чего начать. Там продавец ли вы пугается и так далее. Вы все там, у вас постоянно ухо, у вас всегда напряжен, нерв напряжен, как я говорю, мозг напряжен, да? Вот, поэтому и здесь то же самое, просто вникнуть и разобраться, ничего сложного нет. Написать человеку, пригласить его дружить, да? Дать ему ссылку, ссылку на сайт, по ответке зарекрутировать его и сделать, обучить ему тому же самому, чего знаете вы, да? Ну в принципе просто, никаких других вариаций нету. Ну и не забывайте о трех составляющих, да? Это что? Это работа, это... Это наш магазин, мы меняем, это работа с командой, да? И это обучение, постоянный процесс обучения. Вот, поэтому сайдик крутится. Девочки, крутится сайдик, нет? Он что-то подвисает? Ну сейчас мы уже будем выходить, чтобы он... Да. Поэтому, друзья мои, вы инженер, вы строитель, вы архитектор, вы художник своего бизнеса. Вот просто вы примите это, услышьте, что там крутится он туда-сюда. О, нормально. Вот, вы художник своего бизнеса. Понимаете, в нашем проекте действительно можно стать вот тем, кем вы хотели стать в детстве, да? Или хотите еще стать. Вы можете стать учителем, актером, психологом, художником, дизайнером, режиссером. То есть, ну правда, настолько многогранно. Я даже пела, как на своих вебинарах, серьезно. Вот, поэтому, что вы лучше умеете делать, то и делайте. От души. Просто делайте от души. Вот здесь у нас самое главное, здесь самореализация, она очень огромная здесь. У вас все получится. Ничего, правда, сложного здесь нету. Не грузитесь темой, сложно, невозможно. Потому что действительно, вот так вот в итоге у вас получается. Вот, я не могу, я не могу это сделать, я не хочу. Потом, как? Я попытаюсь, я смогу. А потом вы обернетесь и скажете, это же так просто. А это действительно просто. Потому что, знаете, как я говорю, вот год он пройдет. Знаете, у моего друга знакомого, у него день рождения, в середине июля. И вот второй тост, когда поднимали, он всегда поднимал тост и говорил, ну, говорит, с Новым годом. Ну, мы всегда говорили, слушай, что ты, что это, тост у тебя странный, что с Новым годом. Он всегда был вторым тостом. И мы так, как бы, ну, как это говорят народе, прикалывались над этой темой. А потом наступал Новый год, а он говорил, ну что, я же вам говорю, что скоро Новый год. А мы так смотрим, слушай, действительно, а полгода пролетело, и мы заметили, а уже Новый год. Вот только лето, только шашлыки жарили, а вот тебе 31, мы так думаем, ну как оно так у него получается, а вы действительно оглянетесь, а год-то пролетело, полгода-то пролетело, и вот я оборачиваюсь, и не важно уже там на год или на полтора, на сколько, ну ты смотришь, а год-то пролетел, друзья мои, а я выросла, я еще выросла, и вы вырослете, просто дайте время разобраться, ничего страшного в этом нету, все это легко, все это просто, поэтому, вот знаете, есть вот такое, мне нравится, я хочу вам об этом сказать, знаете, мечтали двое на диване, как много сделать бы могли, вдруг жизнь и годы молча встали, вздохнули тихо и ушли, поэтому не растягивайте удовольствие, не оттягивайте на потом, вы никогда потом не успеете, вам никогда не догнать будущее, живите здесь и сейчас, делайте действия здесь и сейчас, они просты, они элементарны, сложного ничего нет, но смотрите, чтобы не произошла вот такая ситуация, да, когда вы посмотрите, а вы оказались на том же продажном диване, дряхлым человеком, беспомощным, ну не будем говорить о грустном, мы пришли здесь учиться и обучаться, я кое-что сегодня вам рассказала, в принципе, первые шаги такие самые основные, да, вот поэтому настраивайтесь, настраивайтесь, друзья мои, на работу в удовольствие, это однозначно удовольствие, мы работаем легко и играюще, играюще, вот именно играюще, вся жизнь игра, да, люди в нем актеры, вот играюще, вот какая ваша цель, помимо того, что вы идете к золотому директору здесь, да, в Арифлеем, какая ваша цель, не знаете, а я вам скажу, праздник жизни, вот праздник жизни, чем не цель, а в празднике жизни есть все, друзья мои, в празднике жизни есть и образование у ваших детей самое лучшее, и у вас самая шикарная одежда, и ваш какой-то красивый дом, и автомобили, и ну что вы хотите, что вы видите в этом празднике жизни, поездки по миру, по кровосветке, где вы, что вы мечтаете, вот это и есть ваш праздник жизни, мечтайте о празднике жизни, без мечты, мои друзья, не будет цели, а без цели вы никуда не придете, я еще раз повторюсь, те, у кого нет цели, а в проекте тоже нужно ставить цель, вы будете как флюгер на ветру болтаться, или как лодочка в водовороте кружится, и вас в итоге засосет, так нельзя, только у вас должен быть вектор, вектор, куда вы идете, вот это важно, что вы делаете, чем вы занимаетесь, да, то есть здесь у нас в проекте все четко, все легко, все понятно, куда идти, что делать, что зачем, как регистрировать, какое письмо, понятно, просто нужно желание разобраться, а то, что кто-то не воспринимает там поток информации, я еще раз говорю, у каждого свое восприятие информации, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но для этого можно пересмотреть записи, можно послушать другого спикера, знаете, как говорят, о, у меня спонсор не такой, не нравится вам качно, идите к Ивановой, не нравится Ивановой, идите к Петровой, не нравится вам никто, работайте сами собой, вам вообще здесь не нравится, но тогда у вас проблема с самим собой, решайте ее где-то отдельно, а потом приходите, у нас всегда есть выбор, к кому пойти, всегда, всегда, в конце концов, бизнес это только ваш в итоге, а помогать, да, потому что мы работаем командой, вот это самое главное, вот это командная работа, вот этот ком, который растет, помните в начале, вот эта лавина, вот это эффект командной работы, но если вы здесь включитесь в эту командную игру, настроитесь, вот тогда будет вот тот эффект, поэтому я вам даю вот такой посыл, друзья мои, вот такой посыл и настроен на работу, работаем активно, быстро, вместе, дружно и слаженно, растем вместе с командой, времени на раскачку нет, мы хотим жить хорошо и красиво здесь и сейчас, а не через 5-10 лет, зачем растягивать рост на года, если можно работать намного быстрее, зачем работать годами где-то и на кого-то, если за год, год это даже круто уже, можно в корне изменить свою жизнь, делаем рекордные результаты, это модно, работаем здесь и сейчас, легко, играючи и в удовольствие, вот здесь и сейчас, вместе с командой, вместе со всеми, чтобы потом не получилось, что мы просыпаемся через год, команда убежала в другой вперед, вот у меня буквально на днях такой случай был, а я, она говорит, здравствуйте, Наташа, а я вот включилась в работу, друзья мои, у меня уже эта ветка давно, она как бы от меня отсоединилась, там уже свои лидеры, свои директора, она проснулась, говорит, я хочу денег, вот, ну здрасте, здрасте нам, вот, ну как вы думаете, какая у меня реакция должна быть? Да, кстати, помните по поводу первого заказа, как я вам рассказывала, почему первый заказ, вот когда, вот новички, поймите нас, да, спонсоров, вы становитесь спонсором, новички говорят, а нужно делать ли заказ, нужно ли делать первый заказ, а вот давайте я вам отвечу вот так, а скажите мне, вот вы пришли, вы работаете, Вы там сделали заказ, вы работаете с новичками, вот, а я говорю, ваши новички приходят на этот же вебинар, говорят, Наташа, нужно делать заказ, а я им говорю, да, это не нужно, ваши новички нет, а вы работаете, вы все ему дали, вы с ним часами сидите, а он раз и терминировался через два месяца, как вы считаете, это здорово будет? Нет, конечно, нет, конечно, поэтому это нужно понимать, это работа реальная, классная, доходная, шалена работа на самом деле, вот. Ну и в конце, друзья мои, я сейчас отвечу на вопросы, если они есть у вас, и сегодня уже буквально через 1 час 15 минут в 13 по киевскому времени, спасибо большое, в 13 по киевскому времени, в 14 по Москве, стиль жизни, наша традиционная ежедневная серия вебинаров, стиль жизни в экспресс-карьере от нашего прекраснейшего лидера, прекраснейшего человека, мастера своего дела Маринки Брыкало. Я горжусь, что этот человечек в моей команде, вот я даже такая паякаю немножко, что этот человечек в моей команде, что это в моей структуре, вот, потому что действительно человек лидер, человек энергия, человек профессионал, вот, поэтому я приглашаю вас на открытый вебинар, приходите сами, приглашайте кандидатов, новичков, вебинар открыт, я уверена, что будет очень интересно, вот, поэтому, поэтому ждем вас через 1 час 15 в вебинарной комнате, по рассылке должно быть у всех. В принципе, на этом я закончила, если есть вопросы, задавайте, я отвечу, нет, мы с вами прощаемся и встречаемся в следующий раз, по рассылке. Спасибо вам, спасибо вам, что послушали, если какие-то, где можно посмотреть, кто подо мной подписан, давайте я, я не успеваю так бежать, посмотреть, кто под вами подписан, вы можете, зайдя в свой кабинет, под вашим номером и паролем, если вы из Украины, то это отчет, это раздел сервисы, помните, я показывала раздел сервисы, там отчет рекруты, вот, а если это Россия, то это мой бизнес, управление структурой, там же рекруты, ну, в общем, рекруты отчеты, рекруты. Вот там из Казахстана, девочки, подскажите, где в Казахстане смотреть, потому что я не владею полной информацией, потому как не работаю лично я с Казахстаном, структура-то работает, а я лично нет. Записи, записи можно посмотреть у ваших спонсоров, запись будет, запись будет, надеюсь, что кто-то еще делал запись, маленькие технические неполадки, но ничего страшного, вот. Какие есть еще вопросы по первым шагам, новички, все ли понятно, понятно ли, с чего начинать, что делать. Если ваша страница, то можно ее использовать, ну, смотрите сами, не будут вам ваши знакомые писать, ну, хорошо, если они вам не будут мешать, работайте, как бы, это ваше право. Я с нуля начинала, я пропустила вопрос, сейчас постараюсь его догнать, если человек удалился с ветки, если человек удалился, то есть терминировался, вот, человек просидел, проковырялся в носу, да, 60 дней прошло, его, естественно, система автоматически терминировала, то тот, кто под ним, поднимется выше на одного, то есть вверх к вам, ветка никуда не денется, единственное, то, что я вам говорила, сначала не крутите ветку по странам, иначе она отпадет. Ну, как отпадет, она никуда не денется, но все равно ее нужно будет потом восстанавливать, это, зачем это вам нужно, просто соблюдайте какие-то правила, и все у вас получится. Никуда никто не денется, если по странам, то все нормально, кто-то терминировался, те, кто ниже, поднимаются на позиции вверх, то есть к вам туда подтягиваются. Все, все ваше останется при вас, все ваше, международка ваша, родная страна ваша, то есть все при вас. Что еще? Какие вопросы есть? Что может быть непонятно? Как лучше начать пробовать все или только в одном направлении двигаться? Ну, в любом случае, посмотрите вебинары, я бы так рекомендовала вам, да, вот, и вы, наверное, думаете, в каком направлении, наверное, в каком, может быть, соцсети или с чего-то начать, да, где рекрутировать, скажем так. Так, посмотрите вебинары, как записи, так и живую, вот, на этих, на этих ближайших днях, неделях, и, ну, мне кажется, почувствуете, что вам, как бы, ближе, понятнее, да, на каком-то вебинаре вам все равно это будет понятнее. Вот, и оттуда попытайтесь начать, а там поймете, тут девочки и мальчики тоже однозначно не скажешь, потому что, потому что, ну, вот, у каждого своя фишка. Я пробовала работать в контакте, ну, как-то у меня с контактом вот не сложилось, а вот девчонки у меня в структуре, да, они только работают лихо в контакте, и все получается, у меня как-то, ну, не сложилось с ним. То есть, как-то вот не подружились мы. Зачем растить ветку от спонсора, ведь она так будет быстрее расти? Ну, неправильная постановка вопроса, ветку от спонсора не надо расти, спонсор под вас заводит первого новичка, потом второго, потом третьего, то есть он помогает вам выстраивать ветку, помните, я вам говорила, он помогает выстраивать ветку. Вы ветку открываете от себя, но вы работаете и со своей веткой, и с веткой спонсора. Ну, а если у вас спонсор, вот забавил, ушел, что ветка спонсора должна засохнуть, то будет работать с новичками. Некому же будет работать с новичками, верно? Есть еще? Это командная работа, правильно, Кларк, правильно, это командная работа, работать нужно все вместе, все вместе сообщая, и со спонсором, и со всеми. Все, больше нет вопросов, ну, можно заканчивать, да? Курекруты, ну, вообще, курекруты, это те, кто активировался, да, сделал заказ в течение, то есть на определенных условиях, нас нет, что значит, в какую ветку они идут. Мы, новичков, своих новичков, вот начинаем две ветки, вот от нас в первую линию спонсор подводит одного новичка, мы начинаем под себя подводить другого в первую линию, да, то есть под себя. Если там, вот отсюда мы начинаем ветки. Если там у вас идет вопрос по тому, куда регистрировать родственников, родственников, близких родственников, ну, есть хороший вебинар, Анна Черновила, у меня даже где-то есть записи, там четко рассказано, кто относится к родственникам, кто нет. вот мужа, детей, вот маму всех под себя, всех под себя, вот сразу раз под себя и загнали. То есть, опять-таки, не нужно сразу всех лепить, начните как-то с чего-то, не нужно прям всех регистрировать. Ну, начните, допустим, вот здесь, ну, начните, допустим, кого там больше любите, мужа или ребенка своего, совершеннолетнего, вот зарегистрировать его под себя, от него туда веточку тащите. Мне нужна ссылочка на регистрацию новичка, где взять? Ссылочка на регистрацию. Вы имеете в виду вопросы о реферальной ссылке, о вашем личном сайте. Вы выполняете условия, обращайтесь к вашему спонсору и говорите, дорогой спонсор, я выполнила условия по получению своего сайта, реферальной ссылки. Вот у меня заказ, вы можете это проверить. Дайте мне, пожалуйста, реферальную ссылку, и спонсор должен вам выставить, ну, своего рода, такую мини-инструкцию. Как и что я, потому что нужно, ну, быть внимательна, правильно зарегистрироваться, чтобы у вас все получилось. Много веток, ну, смотрите, как много веток, или это не мне, наверное, вопрос. Ну, можно, конечно, не покупать, сделать активационный заказ до момента кроминации, как бы, знаете, как я говорю, оно, конечно, можно не покупать. Ну, представьте, что я и вашим новичкам буду говорить, или, там, ваш спонсор будет говорить вашим новичкам, вы так работаете, рекрутируете, приглашаете, там, 100, 50, 60, 200, 300, а ваш спонсор говорит вашим новичкам, да не надо, вы, говорит, не делайте заказ, но через год сделаете. Вот, ну, как вам будет приятно это? Ну, наверное, нет, вы-то для чего-то пришли работать и зарабатывать, правда, все же хотят быстрее, а не через год заработать. Я говорю, живем здесь и сейчас, и зарабатываем сейчас, а не через год или потом, вот. Да, единственное, что если вопрос бы стоял так, что с момента вашего активационного заказа ваша регистрация продляется на год, это вот так бы была постановка вопроса верно, она продляется на год. Ну, не делать заказы, как бы, ну, смысл какой, в любом случае, ну, что значит не делать заказы, ну, вы же все равно дома моете руки, умываете, смойте голову, там, чистите перышки, да, но вы же все равно как-то где-то это все покупаете. Ну, что значит любой бизнес требует вложений, да, любой бизнес, конечно, требует вложений, это нормально, но, смотря что, поездка на работу тоже требует вложений, вы вышли из маршрутки, заплатили в маршрутке, вам время нужно доехать, вам нужно какой-то провиант на работу взять, перекусить, это тоже все вложения, смотря кто, как руки такие вложения. По мере вашего роста, все, кто в начале пути, вы просто делаете заказ, мы сообщили все, у нас нет каких-то обязаловок, вы работаете в ваше удовольствие, вы делаете заказы по мере вашего роста и по мере вашей личной, собственной, домашней необходимости. Если закончилась, купила, единственное, планируйте покупки, да, потому что не в каждом каталоге бывает тот товар, который вам нужен, ну, планируйте его заранее. Есть каталоги, закажите его там на два каталога наперед, да, вот, и делайте заказы по мере собственной необходимости, а тем временем работайте, рекрутируйте и приглашайте группу, наращивайте группу. Вот когда у вас группа уже будет, ну, вот, достаточно, договора оборот группы будет 12, 15, 18, вот это уже интересно, вот это уже хорошо. Счет от банка вашего, да никуда не писать в компанию, договор вы заключаете с компанией, вы заключаете договор с компанией, получаете у нее пакет документов, готовите пакет документов, вы подарите в компанию, там все в пакете подробно расписано, ну, нужно вашего спонсора, вы знаете. Если кто-то из ветки не заказывает, ну, у вас не будет 100%, что кто-то заказывает, те, кто не заказывает, они просто терминируются, и они исчезнут рано или поздно. Останутся те, кто заказывает, в любом случае, все будут покупать. Все, я так понимаю, вопросов особых больше нету, я надеюсь, что я как-то подробно вам первые шаги и сложила, да, кое-что вам понятно стало, новички особенно для вас, новички-то понятно, они уже такие метры. Все, заканчиваем, друзья, потому что нужно отдохнуть, попить чай, и добро пожаловать на вебинар Марины Брекайла, я уверена, что будет интересно, потому что стиль жизни от экспресс-карьеры, это просто здорово, жизнь действительно меняется очень круто с нашим проектом. Всех люблю, всех целую, пока.